Так, запускаю, короче говоря, стрим Зафурычит Сейчас он еще раз Еще раз топ-стар сделал, чтобы твич поднялся Ребят, давайте сетку Посмотрим, сверху вниз будут Матчи идти, но Сегодня вроде как Black Templar не может Сыграть, насколько я помню Остальные вроде как все смогут сыграть Так что Тиран Виксел Лейзером Сейчас сыграет и будет свободен Уже его 1 четвертая завтра будет Здесь этой пары скорее всего не будет Сегодня, как я понимаю, Strange Night End Дальше Кас Рева Вот, этот Четвертьфинал мы победителей Вот этой пары сыграем И кто-то уже в полуфинал пройдет Здесь вроде как Гуру не мог Но вроде сегодня Как Паша сказал, вроде все смогут Я не уверен, короче То есть вот эту 1 четвертую скорее всего не будем играть Вот это все отыграется А вот Happy Лизандра Герыч Ирдос Димага Отыграют И здесь мы 1 четвертую тоже сыграем Так что, возможно, Императора в двух матчах сегодня увидим Но пока ничего не понятно В общем-то в этом плане Будем ждать Так Нет, Firekick что-то съехал Так Так Ну все, начинаются игры понемногу, ребят Возвращайтесь на стрим Все будет замечательно Сейчас Так Так, на KeyBet Сейчас, да, отпишу Так 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 Так, поехали Все, поставил Убрал билды Тиранвик попросил убрать билды Начинаем с интересной учпары Кстати говоря, сейчас Так, твич поднялся Сейчас я еще раз топ-старт Рестрима сделаю Чтобы все стремилось нормально Короче, поехали, ребятки Бобра лига стартует Смотрите, как я еще раз потратил Так, ребят, насчет ставочек не знаю Поздно, кстати, отписано было пораньше Отписать, но посмотрим Вердос призовой на 30-х Увеличивает, давай-давай, Вердос Все правильно делаешь, погнали Пора тащить, ребятки Поддерживаем турнир Поддерживаем меня, мой канал, погнали Тиран Вик и Лейзер Бьется победитель, кстати говоря ГГ года На выборолигах Его катал, я помню Так, здесь пулгаз Все стандартно Тиран Вика ЦЦ-шка пошла через Риппера Опенинг через одного, видимо Есть газ сейчас уже на факту практически Видимо факта реактора Нет, Марик факта реактора Видимо вот так вот будет все заказано у нас Марик нужен, да, чтобы овера погонять При необходимости И просто перестраховать Так, достроил ДП-шку Заказывается факта После Марик сейчас сразу реактор будет заказан А, второго газа нету, кстати Поэтому все Все верно, Марик-то очень в тему Без второго газа Реактор сразу не заказать Тем более никак Здесь у нас Риппер влетает Начинается контроль Третью хату Лейзер строит Скрытно как... Ну как скрытно Риппер здесь заходит Почему дрон мимо там проезжал Встречает Лейзер О, Риппера зажимает Великолепный контроль просто Ну, Лейзер сейчас Последнее время в форме Вообще замечательной Все уезжает там на вторую базу Здесь у нас Марик чуть патрулирует Проверяет, что происходит Два геленчика Еще добавляются Старпорт ставится Лаба под Старпорт Цц-шка готова Сейчас мулы полететь Надо и рабочих строить Строит рабочих Тиранвик Все в порядке Так, что Лаба? Банши будут что ли? Марик заказан Что-то еще одного Марика решил Построить Тиранвик На всякий случай сейчас А, это вообще Все ясно Все ясно Я сначала не понял Что происходит А здесь-то вон оно Как оказывается Очень вероятно Что здесь двухбазовая Какая-то тема будет В связи с этим билдом Так, Элэйзер Вот сейчас зря пропустил Элэйзера Спалил, что на лабе Делается стим Он мог бы быть не готов К этому врыву А теперь у него тут Руч ворон Но он Ручина Добавляет явно Вовремя Здесь у нас Спорки пошли Понял, что Либератор полетит Напрягать Но вполне возможно Что Элэйзер С Тиранвиком На ладере играл И знает его стиль Вполне Так, здесь Ни хрена нет Зря Элэйзер так боится Можно было бы заехать Не прочувствовал Хотя что здесь Одного дрона подрезать Ну одного дрона подрезать Личинок, пару Тут тоже важный момент Любые мелочи Нужно использовать Так, гелики Шесть штук Проезжают просто На мейн Каким-то образом И лейзера Не прикрыта Рампа была Дроны начинают Терпеть сейчас Терпят Ой-ой-ой Какой зал Тиранвик Что же ты делаешь Дронов выпускает Сейчас Спакта Роучи становятся На рампу Нужно на вторую В карман проезжать Конечно, здесь тоже Дронов много Заезжает Сейчас Тиранвик На вторую Нельзя терять Шесть гелионов На четыре Там дрона Пять там Семь уже Куда не шло Девять Это рабочих Еще куда не шло Размен Так Ну потерял Кто где-то Стерянвик Гелиончиков Тоже всех Можно было Гораздо больше Я считаю На жесть В итоге По лимиту На двадцатку Как было Лейзера больше Так и больше На двадцатку Где-то у нас Там овер погиб А где Кто его убил А вот Викинг Забивает Оверов Здесь еще Один овер Под парадемедженный Треть Сэшка Строится Викинг Либератор Раскладывается Королев Начинает Прессовать Лейзер Успевает Увести Смотрите-ка Третью Не успеет Это увести Королеву Ну что Королеву Убил дрона Хоть что-то Убил Либератор И то хорошо Спайр Заказан У лейзера На мэне Так Все игры Будут Подряд Мы увидим Все О-о-о Это же Бобролига Ребята Это же Наш турнир Поэтому Поддерживайте Его Никакие Там Никто Не выгонит Никого Ниоткуда Разве Что Мы Может Кого-нибудь Отпунуть Выгоним Например С нашего Турнира Вот Танк Строится Марики Строятся Три Барака У Тиран Вика Работают Надеюсь Лимит Пока Отстает Плюс Два Барака Еще Сейчас Будет Один Один Грейды Делаются Армори Тайминг Замечательный Пока Достаточно Четко Тиран Отигрывает Против Элэйзера Так Здесь Роучи Несколько Идет Вперед Танк Сиджатся Один Мул Новейший Мул Просто Мульченского Отвел бы Ёма Тиран Вик Что что Творишь Улетает Сейчас Может Перехватить Имеет Здесь Смысл Пять Роучи Шло Перехватил А так И Ни Дроп Не пройдет Ни Роучи Не Перехватишь Ни Хрена Второго Овера Где-то Там Нашел Викинг Не знаю Где Нашел Семь Муталисков Заказано Мутка Это Конечно Хорошо Но Тиран Не Проц У него Муталисков Много Всяких Приспособлений Обороны Эффективных Очень Туретки Марики Которые С самого Начала Строиться Начинают Так Роучи Идут Сюда Тиран Вик На Стиме Забегается Тигря Вообще Нету Сейчас Суэлезер Ничего Между прочим Здесь Кроме Вот этих Смешных Пяти Роучи Плюс Трех Королев Королев Пофокусить Не мешало Так Роучи Тиран Вик Отфокусил Сейчас Несколько Штучек Улетает На Стиме Побоялся Что Муталиски Сейчас Разберут Ну Кстати Муталиски Могли бы Разобрать Викинг Здесь Медиваки Ушли Очень Вовремя Улетел 107 102 По лимиту Один Один Сейчас Готов Туреточек Добавил Уже Здесь На Третьей Еще Строится На Второй Еще Строится Так Здесь Прилетает Муталиски Викинга Пытается Фукуснуть Фукуснуть Не получилось Марики Стягиваются Все Сюда Посмотрите Какой Лимит Тиран Вик Очень Грамотный Сейчас Тайминг Исполняет В чем Суть В том Что Там Роучи Не накопилось Достаточного Количества А Муталиски Дома Муталиски Вообще Не Прохарасили И Можно Попытаться Ворваться Просто На Стимпаке А кликом Что Тиран Вика Делает Сплит Против Фаербулов Очень Даже Неплохой Танки Разлупляют Просто Неплохо Муталиски Вообще Всех Громит Тиран Вик Похоже Вообще На 1-0 В этой Игре Мариков Уконтролил Хорош Тиран Гг Все Принимается Вторая Карта У нас Что там Было Лили Лак Заказываем Точнее Пацаны Заказали Я Создаю Поехали Хорош Тиран Вик Ну Сможет Ли Две Игры Взять Он Таким Образом Из Трех Хотя Б Заходят Все Игру Так Элазер Что-то Не Заходит Пока Так Поехали Начинаем Стартуем Не Просто Like A Boss А Like A Big Boss Большой же Босс 1-0 Гэйл Пиш Это Лейзер ДЛХФ Пишет Тиран Вик Ну Посмотрим Я уже Говорил Что Элазер Очень Зеленый То Что Тиран Вик Выиграл Не Значит Что Он Прям И Следующую Игру Возьмет И Выиграет Не Обязательно Будет Именно Так Обычно На Лерелаке Предпочитают Тираны Двух Базовый Прессинг Какой-то Ну В этот раз Тиран Вик Третью Поставил В предыдущей Игре И Тайвинг Просто Идеально Продемонстрировал Ну Кстати То Что Вот Те Дропы Он Тогда Спас Улетел Ими Двумя С Викингом Очень С Сильно Зарешало И Прирост Очень Вовремя Тиран Вик Вывел Тоже Сейчас Короче Исполнение Было На Уровне Значит Тренец Молодец Так На Одну Восьмую Ставочки Скорее Всего Может На Какие-то Матчи Будут Я Отписал Пацанский Бета Блин Я Просто Только Сейчас Отписал Резко Очень Но Я Думаю Завтра Точно Какие-то Ставки Будут Насчет Сегодня Пока ХЗ Так Вижу Народ Собирается Понемножечку Все самое Интересное Уже Будет После 18 Но 0 Хотя Лейзер Против Тиран Вика Пара На самом Деле Топовая Такая Я бы Сказал Одна Из Крутейших Пар Здесь Валетел Рипер Вперед Два Линговые Лейзера Заказано Овером Первым Не угадал С направлением Разведки Но Летят Обычно Всегда Вот сюда Хотя Здесь Вторая База В принципе ЗРГ Может Имеет Смысл И вот Так Лететь Вертикальной Республике Потому Что Так Хорошо На хорошее Начало Дрончика Минуснул Уже Сразу Тиран Вика Одного Гранат Кидает Просто Проход Говорит Найте Вам Гранату Псы Псы Не полезли На гранату Псы Не дураки Не у Хорошей Еще Гранаточка Пошла Мимо Всего Ну Надо ли Рипера Отдавать На вот Таких Действиях Тиран Вику Не знаю Уходит Мимо Крипа Какой Маневренный Рипер Прям Хорошо Тиран Вику Очень контролит Бодренько Начал ПМ Давайте Глянем Нифига Лезод Там Кликает Но Полезный Посмотрите Одинаковый Практически Полезный Но Кликает 460 Ну Это Видимо Из-за Заказов Каких-то Я уже Говорил Почему Сижу Что Нужно Слышать Обстановку Вокруг Мало Ли Кто Домой Придет Что Еще Мало Ли Там Кого Бьют Помочь В коридоре Или Что Нить Еще Ладно Шучу Да Просто Плюс С ушами Айрать Будешь Громче Нужно Слышать Громкость Своего Голоса Вот Что Главное Еще Сейчас Днем Пофиг А Когда Спят Там Мама Спит Если Дома Или Еще Кто То Тогда Конечно Дел Другое Ну Что Рипер Харасит Крип Тумар Теренвик Сбревает Нужно Уйти Рипером Сейчас Не Отдает Пока Мув Готов Вообще Грейды Готовы Да Грейд Готов А Где Линги Вообще А Вот Они Две Штучки Стоят Рипер Регенит Немножко Можно Двумя Было Прибежать Дэмоджного Рипера Сейчас Убить Теренвик Танк Строится Кстати Можно На таких Позициях Ой Тут Танком Можно Пролететь Очень Хорошо Да Две Ксм Точнее Две Ксм Два Линга Зашли Ксм По Минус Ну Линги Пытаются Пробежать Ну Здесь Танк Танк Меток Очень Линга Взбревает Овер Залетает Надо Овер Взбрить Побыстрее Что Теренвик И делает Выход Можно Марик И танк Продемонстрировать Кстати Неплохой Сейчас Быв Бит Либератор Строится Но Теренвик Решил Что Дропнуться Он Дропнется Сейчас С медиваком Там 7 мариков И рипер Сидит Плюс Два Барака Добавляются Либератор Строится Еще Спорка Ставится От Либератора Что Сделаешь Все Буду Хортить Егб Ну Если Будешь Как Умственно Отсталый Общаться То Тогда Я буду Не понимать Если Ты будешь По-русски Писать Тогда Я пойму И Приму Санкции Необходимые То есть Это Будет Либо Похвала Либо Наказание Ладно Прилетает Либератор Это Что Это Значит Если Честно Ну Я Так Примерно Понимаю Смысл Но Могу Не До Ну Что Дропчик Идет Вот Овер Цель Например Висит Неплохая Сейчас Для этого Дропчика Залетает Тиранвик Но Овер Можно Сбрить Уже После Того Как Ты Здесь Подропался Ну Дропаться Прям Под Королеву Чтобы Чтобы Не Просто Так Стояли Пурили Там Марики В ожидании Приказа А Сразу Кого Нить Разваливать Начинали Так Два Кто Спорка Убила Либератора Насколько Я вижу Здесь Овер Эти Ранвик Забирает 1-1 Делает Сейчас Грейды Зерк Здесь У нас Четыре Танка Уже Эти Медиваки Новые Строятся Стимпак Щиты Стимпак Где-то На половине Готовности Но Нужно Обязательно Пропушить До готовности 1-1 Но Кстати говоря Если пуш Пойдет Тиранвик Я думаю Что 1-1 Как раз Таки Там Доделается Примерно К выходу Тиранвика Поэтому Это Очень Опасный Расклад Тут Только За счет Танков Можно Преимуще Получить Хорошее Уходит Тиранвик Фаерболы В молоко И на халяву Тут Криптумаров Несколько Штучек Пробливает Пока Ушли Там Так Забрал Криптумаров Нужно Улететь Улетел Риппер Живой Сейчас Будет Регениться Там В медиваке Сидеть И Вылечили Его Третья ЦЦ Намечать 110-145 По лимиту По Боевому Что-то Прям Намного Больше Элезер И Самое Главное Что Элезер Не пытается Даже Построить Четвертую Базу То есть Он Готов Готовиться Именно К выходу Тиран Вика А Есть Смысл Такой Ситуации Тиран Ломиться Как Мне Кажется Идеальный Расклад Данной Ситуации Просто Инженерка Вторая Армори Грейды 2.1 Например И Просто Ждать Третью Базу Пока Она Будет Окупаться Просто Занимать Здесь И Обороняться Пусть Он Сам Ломится Так Скан Тиран Вик Что-то Всеми На Стиме Сейчас Резко Резко Забегает Танки Дропают Или Нет Танки Пока Не Дропают Вот Здесь Можно Их Дропнуть Идет И лейзер Вперед Но Пока Не Всеми Юнитами Позиция Тиран Вика В принципе Неплохая Под танки Нужно Отойти Роуч Пытается Зайти Марики Неплохо Пока Держатся Танки Изи От Вейзера Просто Я не знаю Такие темы Казар готовятся Они как-то Слабенько Проходят Но То о чем Я до этого Говорил Сейчас Ты переходишь Третью И в Приды Дальнейшие Это Способ Как можно Обмануть Такого Зерга Который Все Вкладывают В этих Юнит Что ему Остается Делать Зергу Четвертую Позднюю Занимать И 2-2 Делать Ренджовую Все В итоге Ты Будешь Иметь Лимит Нормальный Тирано С 1-2 Против 2-2 И там Много Много Танков Танков Можно Атаку Сделать Еще Так 68 158 Не Это ГГ Ничего ГГ Тиран Вик Третья Нам Нужна Карта 2 Старкрафт Не заметил Что ты Пишешь Нет Профи Тебя Я Поиграть Не Хочу Потому Что Турнир Начинается Создаю Игру Турнир Продолжение следует... Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, прошу прощения, там маме отписал, надо ей будет позвонить сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Так как они также абсолютно добываются с обычных синеньких, как золото, а на золото нужно больше рабочий перевел. Здесь 6 дронов перевел почему-то, а почему 6-то всего? Не знаю почему 6, но подстраивать будет сейчас и лейзер, естественно, по добыче впереди. Хотя, нет, добыча пока одинаковая, при этом все еще Терранвик даже на золото не перевел. Здесь рипер начинает харасть, агрессивно ищет. Ну, что дрон-то не фокусишь? Повернулся, как от гранаты. Видели сейчас лейзер фактически так рабочим? В бок немножечко отвел его и смог спорку заказать очень неплохо сейчас. И лайка, и тебе того же желаю. Я надеюсь, что все ок. И самое главное, что работает стрим, у тебя и у всех вообще работает. Опа-на, мув овером пошел. Что-то необычное мы можем здесь увидеть. Да, да, и пошел сейчас эволюшн, то есть очень похоже это на дропчик какой-то со стороны лейзера. Видит Терранвик, что нету третьей хаты в продакшне пока и в помине. Миллиончики строятся. Строится Старпорт. Что в Старпорте будет, пока не понимаю. Так, Lingamove сейчас будет готов. Паузу лейзер просит. Ой, Терранвик просит паузу. Ну, ждем. Нет, на IT-игр ставок нету. Так, возвращается Терранвик. Секунд 20 отсутствовал. 30. Так, ну что за контроль. Лип видел третья хат, что заказана, но он пока не понимает, что происходит все равно. Хотя Lingam то, что много, он заметил, я думаю, сейчас. Lingamove побежали вперед. Вот, королева залезает сейчас. Здесь депушками резко Терранвик обнесется. И, кстати, делается Банша. Ну, так, Банша, это, конечно, все интересно. Ну, вот, что самое главное. Нужно чем-то Lingamove разобрать. Хватит ли геликов? Хороший вопрос. Залетают оверы сейчас. Так, Гиллионок вот поехал. Кот поехал-то. Вон те оверы прилетают. Терранвик не видит оверов просто-напросто. Они на мейн прилетают, дропаются. Lingamove. Нужно КСМ всех уводить. Гиллионы возвращаются. Бункер нужно закрывать. На рампе нужно встречать Lingamove. На рампе Lingamove встречают. Бункер не успел прикрыть. Нужно закрывать проход сейчас. Проход закрыть не успел. Печаль просто какая-то. Нужно рампу закрывать второй раз. Развод жесткий идет. Банша вот не понять, куда полетел. Куда Банша-то полетел? Банша Lingamove полетела встречать. Лингов Банша встречает неплохо. Гиллионов 6 штук уже у Терранвика, между прочим. Инвиз Банша пока не готов. Это очень важный момент сейчас. Золото Рабов лучше перевести на мейн. Трансфюзы у королев есть. Трансфюзов, кстати, много здесь у королев. Очень даже. Нужно фокусить ту, у которой энергии больше. Так, Баншу отводит Терранвик. Не успел Баншу отвести. Это фейл. Но Гиллионы бьются просто как дьяволы сейчас. И Гиллионы помогают отбиться еле-еле. Терранвик отбивается сейчас. Сейчас будет еще Банша, кстати, игре готова. И Гиллионы плюс Баншу можно вперед полететь. Но стенку-то нужно закрыть. Потому что, блин, сейчас контр забегания лингов. И все, стенки нет и беда здесь будет. Так, здесь Марик что-то ходит. Терранвик, что же ты творишь-то вообще? Линги загружаются. А, здесь еще Швоверов можно сесть. И Спайр строится. Спайр это для выхода, видимо, муталисков. Муталиском здесь очень неплохо, кстати. Преимущество можно будет закрепить. Королева строится. Инвиз готов. Самое главное у Терранвика. Спорки поздние. Так, что он делает? В карту атакует. Здесь дома контроль, потому что идет. 40-52 по лимиту. Инвиз Банше врубил. Королеву сразу минус. Но она успела Трансьюз сделать. Королеву минуснул. 19-31. Парабам. Здесь на вторую, на золотую базу рабочих. Рабочий приезжает убивать в линге воверов. А здесь еще, здесь тоже линге. Короче, релайзер развода сейчас делать. Нужно викинга заказать. Ну, Старпорт есть. Ну, как вот, я не понимаю, не сообразить-то все, что нужно викингов заказать. Четыре КСМ-ки еще потерял в итоге. Так, восемь КСМ-ок на ровном месте. Две банши золота пытаются завалить. Третье лейзеру. Здесь он их погибает. Нидус пошел. Кстати, Нидусом собирается еще и добывать. На факте строится реактор. А Нидус-то, кстати, оверсир есть. Куда ты, Нидус? Оверсир, Нидус. Роуч Ворон есть? Да, Роуч Ворон есть. Интересная такая страта от лейзера. Сверх чист какой-то прямо через дроп и потом переход в Нидус. Если бы он сейчас дал бы, и реально Нидус настолько в тему, что прямо вообще невероятно в тему. Почему? Да потому что, если бы сейчас лейзер дал Терен Вику пожить немножечко, то тогда бы экономика с трех ЦЦ-шек просто поднялась бы очень быстро. Но так как и лейзер собирается прессовать, здесь ни стимпака, ни хелбат, ничего, ни танков, ни либераторов. Банша где-то летает, да она одна бы не помогла бы, собственно. И все, Нидус пошел на мейн. 86-59 по лимиту. Боевой, конечно, есть у Терен Вика, спору нет. Но это в основном гелики. Вот хелбаты были бы трансформированы. Смотрите, гелионов 6 штук, плюс мариков столько. Могло бы помочь. Но так, КСМ-ок нужно вперед ввести. С КСМ-ками может быть что-нибудь и получится. Но в это время еще линги дропаются. Назад на вторую базу. Здесь с КСМ-ками Терен Вик бьется, но очень напряженно будет ему. Я думаю, что уж точно не отобьется. 15-59 по рабам. Тем более, там два золота. И если зерк даже здесь убьет, например, все рабочих, а Терен Вик отобьется, то все равно он будет в плюсе. Да, это 2-1 и лейзер. Ну, бодро начал Терен Вик, но, к сожалению, проигрывает. К сожалению, проигрывает. Это печально. Криптумеры везде. Г-г-г, Терен Вик пишет. Чуть-чуть не хватило, но ничего не поделаешь. Следующая пара у нас кто там, сейчас посмотрим. Так, выбрали гуксы. Сейчас ставлю я на СК2ТВ в описании, во-первых. Что-то с сайтом происходит дичь какая-то. Я не помню почему. Попробуем. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Рейнер тоже догорел Молодой игрок Ну что, готовы ли все? Все, поехали Night End говорит, что Третья ненужная карта Но посмотрим, Strange в последнее время Очень неплохо отыгрывает Night End зря Ведь может и пригореть в итоге Вот The Strange in War Стреляешь в упор Оп, поехали Ну посмотрим, Night End говорит, что 2-0 будет Но Может он быть разочарован Стрэнджем сейчас Естественно Гейт пошел У Стрэнджа тоже Гейт У Стрэнджа на рампе Гейт Говорит о том, что Видимо, он собирается Ставить Nexus после Гейта Потом Кибернетку И возможно Блочится полностью Чтоб никакие там адепты Не пришли, не убили Вопрос года Как я к чему относусь Кому Хочешь ворваться тупо Думаешь, ворвусь Или до Шираки Придется хавать А что ты пока Что черную игру Перед врывом хаваешь Или как вообще На что ты рассчитываешь Я сейчас не понимаю Или ты стал Хочешь реально Чисто Взять ВЦС И 200 КС В Бакинских В этом году Ну Тогда Либо мне тебя Придется разочаровать Либо тебе Придется Я не знаю Автоматона 3000 Себе в голову Вшить Как бы Тогда может Что-то прокатить Вот Ничего быстро Не происходит Особенно в Старкрафте Особенно Когда Уже второму Старкрафту Шесть лет Практически Ну Скоро Летом будет Вот И Часть Кэшлотов Новая Третья Тяжело Тяжело Может Найт Энд Собрался 0-2 Проиграть Ну Зная Найт Энда Навряд ли Но Может быть И проиграть Собрался Я вижу Единственное Что у Найт Энда Готов Нексус У Найт Энда Строятся Столкера Две штуки И У Найт Энда Не делается Варпа Вот это Уже Реально Важный Момент Потому что Не делать Варп Это Честно говоря Не ахти Решение У Стрэнджероба Заказано У Стрэнджероба На Нексус На второй Рабочих Строит Уже В плюсе На три Рабочих Очень хорошо Найт Энд Так Варпа Не заказывает Это фейл Наконец-то Найт Энд Варп Заказал У Стрэнджероба Он уже почти готов И призма Пошла У Стрэнджероба Самое интересное То есть Он собирается Подхарасить Че Вилму не приглашается Мы как-то Приглашали Там он Тяжело Приглашался Как-то Я помню Сейчас уже И не приглашаем Может быть Будем Так Плюс Гейтли У Стрэнджер И кстати Учитывая Его Хороший Тайминг Варпа Как по мне Он может Сейчас просто Оппонента Своего До готовности Варпа Избрить Собственно Говоря Пилончик Стрэндж Строит Нужно еще Пилончик Музыка Призма Лететь вперед С одним Всего лишь Сталкером Гейты Три штучки Открывают Сейчас Нужно Варпануть Что Стрэндж Собирается Сделать До Варп Сталкеров Пошел Шесть Гейтов Пуш Сейчас Будет Так Здесь у нас Шесть Сталкеров У Найт Энда Он третий Нексус Собирает Стоит Вот Чертяга Наглец Стрэндж Пролетает Видит Нексус Третий Да на Майн Конечно Надо лететь Пофиг На этот Третий Нексус Варп Еще Не Готов Пошел До Варп Сталкеров Десять Штук Уже Здесь На Майне Нет Так Мазеркор Мазеркор Стрэндж Отфакузил То есть Больше Оверчажей Не Будет Заходит Стрэндж Под Оверчажами Сталкеров Правда Тут Контроля Странно Очень Стрэндж Против Сталкеров Найтэндовских Нужен Варп Срочно Пошел Еще Варп Что там Делки Адепты Варпятся Контроль Замечательный От Стрэнджера Я бы Сказал Даже Очень Хороший Контроль От Стрэнджера Идет Только Дальше Он Не контролил К сожалению Попытка Фухуснуть Что Нету Попытки Фухуснуть Призму От Найтэнда И Призму Не Перестраховочного Пилона Здесь К сожалению Нету Адепты Заходят На вторую Нужно Пилоны Убивать Сейчас Стрэндж Пилончик Сбрей Стрэндж Ог Так На пилончик Уверчаж Пошел И Реморт Выходит А вот это Совсем Неприятно На халяву Найтэнд Как-то Отбивается Но в это Время Адепты Ему Разваливают На второй Базе И преимущество По лимиту У Стрэнджа Хорошая 50 рабочих Плюсе Он вообще Ой 50 28 убил В плюсе 16 рабов Сейчас Стрэндж Только не Телепортироваться Туда Не Конечно Уйти Уйти Лучше просто Уйти Спокойно Отсюда Взять Да уйти Призму Не потерял Уже 100% На АГГ Было Ну вот Потеря призму В таких Ситуациях Может быть Критична Конечно Адепты Пытаются Здесь надо Третий Выбивать Никс И там Бот Вообще Что там С ботом Вылечите Боту Уже Или Проведите С ним Какую Нибирад Пытается Стрэндж Адептами Уйти Посмотрите Никс Как тут Распотрошил Сам Третий Ставит Сталкеры Приходят Нужно Уходить Адептами Конечно Одного Отвести Сейчас Стрэндж Двумя На мейн Кстати Заходит Найтэн Две Пробочки Подрезал Еще Нексус Очень сильно Надэмэджил Здесь Найтэн Вроде Как Разбирает Адепта А в сервер Летает По мейну У Стрэндж Здесь До варфа Идут Нексус Ставится Все в порядке 31-47 По лимиту Что Найтэн Собирается Сделать Блинка Нету Ни хрена Нету Здесь У нас Довар Пойдет Найтэн Чуть не законтролил Абсерера Потерял В итоге Призму Сейчас Делает Понимает Что Никакие Тут Трех Базовые Этимы Здесь Only Две Базы Просто Пуш Что Называется Гейты Добавляются Ну Что Реально Очень часто Найтэн Тащит Такие Матчи Вот Именно Какими-то Двух Базовыми Темами Так Пробочка Стоит Найтэн Кстати Не видит Стрэндж Заходит К Найтэнду А Найтэн Пошел К Стрэндж Самое Интересное Нексус Пошел Сразу Резкий Варп Посмотрите Какой Интересный Мув Сейчас Демонстрирует У нас Стрэндж Нужно Заходить Иллюзия Колосса Страшного Толдоримского Но Найтэн Та Три Нексуса Сразу Стрэндж Будет Убивать А Стрэндж Всего Два Заходит Он Видит Что Ни Хрена Нет Надо На Хайграунд Идти Размен Идет Конечно Стрэндж Заходи Быстрее Стрэндж Размен Довар Сталкеров На Хэггэ Идет Третий Нексус Надо Просто Отдавать Спокойно Здесь Пробки Ничего Не Сделают Особо Так Уверчаш На Пилонах На Рампе Апсервер Минус Заходит Найтэн Дэмэдж Ну Очень Много Наполучал Но Тут Гэгэ Я Уверен Потому Что Стрэндж Еще Дети Пробки Живут Все В порядке 46 Лимитов Найтэн При Размене Делает Ну Хотя Здесь Какой Нь Дэмэдж Хотя Наносить Но Как Мне Кажется Ему Наоборот Нужно Пробок Спасти Где-то Нексус Отстроить И Все А У него Нексус Здесь Так И так Есть Ну Что У Найтэнда Еще И зданий Нет Самое Интересное 0 Пилорог Well Played Well Played 1 0 Ну Что Те Две Игры Могут Понаблиться Только Если Найтэнда 0 2 Вторая Игра Что Сумеречные Башни Так Зову Всех Сюда Так Сейчас Кстати Нужно Переименовать Мне Твич Ребят Секундочку Поехали Твич Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребятки, короче Игра идет, что-то я хотел сделать Добавил субтитры 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 Сторги и Стрэнджи так и не нашёл, а мог бы найти его изи. Третий Нексус у Стрэнджи, только Аракузали. Это четыре сталкера уже его встречают, но на 20 хп отпустили. Два еще стрельнули, конечно, было бы минус. Здесь что-то пробка стоит, пора поправить нас газом тут. Сталкеры, говорит, парни, я вам газа принес, пробочки говорить. Ну а сталкеры-то что им газом? Они и так сектанты Шакуруса, им газ не нужен. Они так угорают нормально, блинкаются там, все дела. Так, еды добавляются две штучки, строится Эмортуал Стрэнджи, третий Нексус строится. Здесь Гейт делает Найтэн, какой-то прессинг будет. Оу, блинк прессинг. Ну, кстати, блинк прессинг в Лотве, я бы сказал, не так уж актуален. Здесь у нас прилетает Оракул. Вот если сейчас сработает, кстати говоря, вот эта хрень, сработает нормально против сталкеров, может вообще жестко быть. Здесь Дарк Стрэнджи ходит, видит Стрэнджи, Даркомш, сталкеры идут, обсервер сзади где-то, нужно уйти, а из-под опса Стрэнджи уходит из-под опса. Дарк сныкался, кстати говоря. Пробочка, повезло, что пробочка сейчас пилон выезжала строить. Почему? Потому что она выманила, ну вы поняли, выманила этот, статистную ловушку на халяву. Так, Оракул летает, что он хочет сделать? Под блинк от Стрэнджи минус Оракул. Вообще внимательный сейчас был, молодец. Будет ли Найтэн прываться на мейн, пока непонятно. Стрэнджи нужно отбиться, это 2-0 Лиззи на самом деле. Вот, 3 сталкера в кармане там, кстати, их можно забрать уже сюда. Найтэнд собирается врываться. Отходит Стрэнджи назад, нючка, филды пошли. Оверчаж на пилончик, под блинк пошел поближе к Найтэнду. Ну, нужен ли он был этот под блинк и АХЗ? Апсервер тут Стрэнджи летает. Нужно сталкеров отвезти, сталкер одного на халяву потерял. Второй оверчаж выставлять, 10 иммортал, еще один спускается. Трейси строится, сталкеры, все новые и новые у Стрэнджи появляются. Два филда, филды поспешил, студии виденуста один. Все в пользу Стрэнджи в этой игре пока что. Найтэнд принимает бой. Стрэндж с имморталами, доварп идет. Ну, по сталкерам хороший демэдж наносит Стрэнджи. Сталкеры где-то сзади сейчас стоят. Адепты доварпились. Сентрей, простите, обсерверов, похоже, Найтэнд потерялся. Стрэндж от контроль, ключик назад. Три сталкера еще подходят. Двенадцать пять, восемьдесят один. Ну да, Найтэнд был прав. Третья карта нам не понадобится. Стрэндж очень четко отталкивает, ключик в ВП. Спасибо Найтэнду за участие. Саворонщик, привет. Ну что же. Саворонщик, привет. Саворонщик. Продолжение следует... Продолжение следует... Я не знаю, касса... Чё-то не вижу ни касса, ни репчика. Зато вижу Рейнера. Чё-то я ни того, ни другого не вижу, что самое интересное. Продолжение следует... 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 Так, отписался, что-то пока непонятно. Нет, Рева стримит, это замечательно, что Рева стримит, но нужно как бы на турнир приходить вовремя, потому что мы его инвайтим, как бы, а смысл его инвайтить, если он что-то там динамит. Правда, касс тоже пока отсутствует, я смотрю. Так, Ревчик просит 5 минут на ладере, он играет. Сейчас посмотрим, что он там играет. Ну да, там какая-то уже адовая стадия, правда, мне кажется, что это 5 минутами может не кончиться все. Тут уже, вон, конец, самая игра. Либераторы Торы, прям какой-то жесткий микс. Пошла мазута, пошел на лом. Бейлинги, линги, все вкатывается дальше, там прокатывается, к Гастам. Кораптеры по воздуху разносят, но по земле что-то линги совсем не справляют. Мне кажется, здесь все. ГГшечка. Ждем Ревчика на канале. 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 Что-то касса пока не видно. 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 Так, секундочку. Что-то, ребята. Касса пока не видно. Немножко сейчас. Спасибо. Касса пока не видно. 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 Так, бай азай вкашился сейчас И других-то никого нечего, самое главное Кто-то у нас ниже-то вообще Хэппи или Заннер у нас ниже, но это совсем далеко Эдимага, эдимага еще у нас А, о, касс пришел, смотрите Смотрите-ка Короче, Паш, надо решать сейчас Пользователь звездочка, спайк звездочка активировал премиум на ваш канал Спасибо Спасибо тебе, спайк Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, Рео Ладер что ли стал играть, чуть не понял Сейчас посмотрим Да, ну все, Рео тут не виноват Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Там Рео неплохо начал, адептов принял Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ребят, до 300 премиумов, 5 премиумов в этом месяце Это будет хорошо, конечно Ждем Реву Что у него там происходит? Что у него там происходит? Продолжение следует... Продолжение следует... В sharingе, готово! Продолжение следует... После последних тут синтом Зат à океана são пять Ну что, посмотрим, что тут ревчик делает. Лингов у него реально много. Здесь зилки адепты. Выманивает оверчаж. Нужно дроп королев делать. Здесь такую агрессию прям дичайшую ревчик делает. Реводжерами надо ворваться, значит. Ну что, линги окружают. Тут чувствую, что у ревы все нормально в этой игре. На самом деле, линги роучи разваливают неплохо. Роучи остаются. Надо реводжера будет сейчас. А нет, еще роучи. Погодите, роучи остались. Здесь крип. Оверы разливают реводжер одного, второго морфит ревчик. Нужно зайти, что он боится-то, я не понимаю. Лингов можно достроить, чтобы быстро дотекали. Прилончик нужно минуснуть обязательно. Пошел прессинг дальнейший. Ой-ой, там двоигрелки вылетают. Реводжеры что-то не заходят. Но это всегда так, на самом деле, тут. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно. Привет чату СК2ТВ. Ну, у тебя никнейм Александр Яковлев, 1979. На СК2ТВ не так много народу, но за поддержку большое спасибо всем, ребят, сегодня. А, это мыло, это никнейм. Репчик с королевами приходит, еще не кончился пушность. Просто в чем прикол? Ну, когда ты спешишь кого-то обыграть, а тебе нужно идти куда-то, тогда поражения происходить могут. Заходит репчик, фаерболы куда? Фаерболы по грелке пошли. Кстати, хорошие фаерболы прошли. Сейчас фаерболочек нужно новеньких накидать. Репчик накидывает. О-о-о, просто, вот этот донник вообще просто. Молодец, репчик пришел второй волной, додавил. Не, ну так грелок терять нельзя, так. Королеву свою. Ну, своей королев тоже не надо подбревать, на самом деле. Королева одна сверху. Трансьюз кидает. Трансьюз кидается. Вторая грелочка падает. Здесь все падает. Нексус падает. Хорош. Справляется с задачей Рева. Дейслинги оббегают. Минус грелка. Минус чел. Минус 20. Хирвый камп. Да пофиг на очки. Главное скил. Очкил. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, я вижу, что рева закончила, я сам посмотрел... Спанчбук, да, видел... У нас с чарликом похожи глаза... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо всем за поддержку, ребят... Время седьмой час... Я думаю, правимся у нас... Что у нас сыграно сегодня? У нас сыграно 2 по 3... Лейзер Тиран Вик и Стрэндж Найт Энд... У нас на сегодня еще... Будет Касс Рева, Блай Рейнер, Хэппи Лизандра, Герич Димага... Это из одной восьмой... Гуру с Бистиком, как и Топ, с Блэк Темпларом сегодня не могут сыграть... Но также еще у нас будет сыграно 2 четверть финала... То есть, у нас 6 по 3 на сегодня еще... Четверть финала какие? Стрэндж против победителя Касса Рева и... Самая нижняя часть из сетки... Хэппи Лизандра победитель, Герич Димаги победитель... Вот так вот... Стрэндж Найт Энд... Стрэндж Найт Энд... Стрэндж Найт Энд... АТК Хэппи Лизандр... Так, первый протокол центральный и первая карта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, репчика ждем, пока он что-то там не заходит, не знаю, что. Наверное, с чатиком общается, как ему лучше касса раскатать пожестче. Обсуждает. Вот. Ну, ждем начала, короче, игры. Продолжение следует... Так, ждем. Поехали. Наконец-то, продолжение, блин. Долго мы тут мудились, я извиняюсь за нескромные формулировки. Ну, так оно и есть. Погнали. Касс против Ревы, центральный протокол, кросс-риспы, ребят. Ну что, касс против Ревы, такое серьезное противостояние. Чисто наше СНГшное, ДП-шку готово, продолжая строить рабочих. Барак пошел. Здесь у нас что? Здесь у нас хату выходит, репчик ставить. 16-ю, 17-ю. А, 17-й, уже был лимит, просто 17-й дрон. Вышел не туда, я сейчас глянул немножечко. Вот. Так, голосуйте. Рева стримит себя. Да, FPS стримить Рева имеет право хоть с опережением времени, если умеет. Вот. Это уже его проблема, как бы. Его же спалить могут, как бы, правильно, а не он кого-то. Так что тут ничего страшного нету абсолютно. Ну что, морфится орбиталка. Здесь у нас два барака у касса. Так, я не помню, что за два барака-то. А, это три, а, это три барака рипера. Опа. Касс уже демонстрировал, кстати, опенинг там чуть ли не пять бараков. И потом СЦ-шка там, и вообще семь бараков он рипера с них строил. Мы посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Вот. Не знаю. Две королевы, два дрона, два линга все время строит разведывательных. Мув пошел. Продолжает собираться газ сейчас. То есть билд, возможно, какой-то агрессивный будет. Как дрон прям в газ впрыгнул. Вы видели, такой оп, и на газ напрыгнул сразу же. Как резина его и мячик такой. Ну или, я не знаю, этот, лизуны были из таких строительной этой хрени. Обтянул газ просто. Вот. Но потом отменил, видимо, рев. До этого еще заказал. Пользователь FGEN124 активировал премиум на ваш канал. Третья королева строит. Спасибо, Евген. Кстати, сейчас я прошу прощения. Потише микшер в браузере сделаю просто. Чтобы не так вам громко говорилось. Да и мне не так громко будет. Премиуму в 4 до 300 осталось. Риперы залетают. А 4-евые проблемы здесь дронами окружают риперов. Кстати, смотрите, газ начинает королев прямо прессовать уже. Линги выходят. Но, кстати, газ 3 дрона убил и всех риперов в итоге отдал. Как-то он жестко, слишком согрелся. Грамотно рев. Королев сейчас использовал. СС-шка на мэне строится. Барака 3 как было, так и есть. 8 лингов еще рев строит. Боится, так он риперов что ли. Сейчас тоже дронов надо переходить. Дронов. Но третья хата делается. Это самое главное. То есть дронов успеет. Лингов, кстати. Ну да, 20 штук уже, чтобы не перелить. Переживать за риперов. Вот касс с новыми 6-ти вылетая вперед, будет тяжело контролить. Так, сколько риперов в кассах? 7. 3 еще строятся. 2 барака. СС-шка что, перелетать, наверное, будет ли 3-я от кассы СС-шка? 5 бараков еще тут будет. 2 лаба, стимпак, щиты, соответственно. Так, риперы прилетают. Репчик выходит лингами. Риперам они никуда отсюда не деться уже, кстати говоря. Касс гранатами вообще никакой фейл от кассы сейчас. Смотрите. Минус все риперы. Ну, гранатами хоть что-то повзрывал. 46-36 по лимиту. Это уже провал, конечно. Смотрите, потери. Касс 8 риперов потерял. Ну, почему-то на 1100 ресурсов потеряно. Я чуть не понял. Рео вроде зданий никаких не убивал. Почему 8 риперов? 1100 стоит. Ну, ладно. Какие-то КСМ-ки возьму. А, КСМ-ок не гибло. Ничего не гибло. То есть, это здание какие-то. 300 минералов. На 300 на отменялка, что ли? Я не знаю. Я что-то не вкурил. Я вообще не внимателен был. Лизуны, липучка. Липучка, я помню. Строительная была такая. Количневая. Прикольная. Вот. А лизуны это уже потом. Не лизуны, липучки. Мы ее так и называли. Полетели. Полетели. О, КАС. КАС-фантазер. Фантазер просто. Еще три барака добавляются. Ревов суперкосновид. Хоть бы Марика подстроил. Понимает репчик здесь масс-масс риперы. Думаю, что да. Потому что лингов уже 33 штуки у него. Вот риперы прилетают на крип. Сейчас моментально будут окружены. Ну, четыре. Четыре ревы не прощают. Риперы остальные на ХГ спрятались. Нужно поймать бы их. Ловят одного репчика. Остальные пытаются улететь. Улетят ли остальные? Так. Гранат накидано. Одного линга КАС подкинул. Улетает. И риперов продолжать строить. Главное, что ничего вообще не получается этими риперами сделать. Рапа-рапа, муре, уже все нормально. Еще 26 лингов. Беллинг-нест. Беллинг-мув надо-то сделать. Либо Беллинг-баст уже в лоб делать. Какой-то уникальный прямо у КАСа билд, я бы сказал. И реально он какой-то, ну, то ли исполнение у КАСа какое-то, то ли вообще не работает, в принципе. Может быть и то, и то, и зе. Так, здесь линг вниз сныкался. Рево отступает немножечко назад. Рипера вперед вылетают. Ушел на КАС. Ну, если КАС сейчас на КАС прилетит, он получит минус всех риперов. 69 лингов уже, о чем речь. И Рево оббегает сейчас, кстати говоря, как-то в наглую риперов. Проверил Ксилнагу, он вот так бежал. А если бы рипер на Ксилнаге был, то все бы увидел бы на самом деле. 24 бейна. Здесь риперы прилетают на третью базу. Кстати, проблемы здесь на третьей базе. Лингами желательно бы вернуться. Что Ревчик и делает сейчас лингами своими. Нужно бы зажать риперов. Часть лингов наверх. О-о-о. Ё-моё, как здесь разорвало лингов. Посмотрите, как все эти гранаты, как отталкиваются. Одна большая граната, просто взорвались. Но Реве хватает лингов, между прочим. Абсолютно точно. Бейлинги куда вернулись? Через эвку Рево контролит сейчас. Бейлингов-то веди вперед. Через эвку законтроливает. Сейчас, если не продавить кассу, он экономику может отстроить. Ой-ой-ой. У него уже рабочих больше. Забегает. Так, линги опять риперов Ревчик окружает. Касс вообще, ну, гранаты выкинул. Все, взорвалось чертям. Вместе с риперами, вместе с лингами. Бейлинги заходят сейчас. Ну, очень много бейлингов. Касс реагирует. Там бункер сажает. Но Рево идет дальше. По гранатам, по всему сейчас. Заходит. Ну, рипера нужно убить. Единственное. Так, здесь ПСМ взрываются. На мэне, кстати, стенка есть. ГГ пишет. Касс 1-0 лево. Ну, тут как-то практически однокалиточно. Что-то непонятное, как я сделал. Ну, тут как я сделал. Ну, кстати, с участием Ревчика мы, если он победит, правда, мы увидим и полуфинал еще. Ой, четвертьфинал. Так, никто не говорит, какая карта. Так, кто не говорит, какой карта. Так, ждем смайла. Или не ждем. Так, кто не говорит, какой карта. Так, что-то Рева секунду попросил. Спасибо, ребят, всем еще раз за поддержку. Может, КАС сейчас особо не тренится, поэтому Фуфан откатывает. Я не знаю, в чем прикол. Вроде КАС обещал жестко начать тренироваться, но я такие билды больше к каким-то фанам отношу. Хотя они могут работать, но на постоянной основе, я думаю, что они не будут работать с масс-масс риперами такими. Не знаю, что тут сказать по этому поводу. Так, КАС что-то отошел. Так, вот. Так, вот. Удачи, как следует. Удачи, как следует. так поехали касс вернулся отлично да кстати вы можете призовые турниры поддерживать димагу 4.0 на скатан значит тренится не знаю в чем дело наверное рива настолько силен просто да прион карту смотрим все в игру врываемся проконтролил там внешний мир немножечко интернетовский браузеров ски здесь у нас хатка ставится здесь что здесь у нас у газ пошел цвета не очень да нормально на самом деле разные цвета я еще за тоже в конце уже обратил внимание что оранжевый ревчик выставил но пофиг красный оранжевый на самом деле контрастируют трассы тем более разное вот ничего страшного не вечно же синий красный разнообразие выбрали даже выбрали даже пул достраивается что-то ресурсов урева немерено пятихатка переводит дрончиков сколько переводит ше 7 переводит сначала потом еще может что-то до переведет хотя нет до переводить не будет но 7 принципе нормально учитывая что подстраиваться еще хотя не дислинги вообще я конечно если звергу более-менее так то другим расам ну не не 12 если то штук 10 надо переводить потом два достроились уже идеально сразу золото добыча начиналась да ты максимальный эффект получаешь прилетает рибер комкас начинает постреливать больше через рибера кстати не играет реактор факта у нас здесь лидер залетает на мэйн видите что газ добывается спор курева ставит хорошая реакция высказал спорочка заказана вовремя и рипер улетает ни с чем не линга не дрончика не подрезал ничего не поделаешь здесь марик выходит оп и рипера только что смотрите поставил ефп и заметил как рево рипера убивает касс его отдал каким-то образом ну что еще раз фп ну да это веселая фотка элейзер топ-3 предыдущего турнира поэтому его нельзя было не пригласить так как у нас топ-3 по правилам попадают следующий турнир залетает овер сейчас очень похоже на нидус какой-то билт сейчас от ревчика будет ли это нидус или нет пока непонятно врывается видит старпорт видит лабу на стамп на старпорте против баньши нидус почему бы и нет тут мне кажется бараки добавляются тем более он здесь вот висит да смотрите нидус пошел от рева касс выдвигается вперед королева на лоу-граунде стоит линги стоят здесь на лоу-граунде так гелиона заезжает королеву начинают прессовать здесь не надо королеву прессовать как пытается проникнуть гелиона чеками 2 рева сразу же окружает и остальных тоже две штучки окружит скорее всего хотя нет как там уехал каким-то образом непонятно но рева все равно тут на противоходе касс туда-сюда гоняет леву разводит насколько на опять туда-сюда было все гелионов приняла самое главное указа нет информации о наличии нидуса просто у рева на мэне банша улетела а сейчас вот и нидус пойдет за минералы видит коснилс видит а что он сделает что у него дома у него дома два марика банша улетела банша будет врываться на золото а толку толку ничего нету похоже на 20 лизе от ревчика выходит королева сейчас выходит ручка просто нечем отбиваться танк строится ревчик лава сразу попался чтобы еще танков не заказалось вот танк уходит сейчас нужно принимать этот танк кстати танк не так просто будет принять он на лоу-граунд ушел можно вычинить танк сидит здесь бревается стимпак сразу же левой будет ли нидус например вниз я не вижу кстати можно у них было бы и сейчас делать бы и убить тоже банша что банша погибла судя по всему других вариантов не они это не погибло где она вообще летает вот она прилетела на оборону танки банша касс ну треба как то что могу сказать успех свой развивал не прям не дико активно я вам скажу еще выходят юниты из нидуса строятся медиваки уже по две штучки мариков очень много минка здесь есть ой-ой-ой здесь хорошо касс разваливает я вам скажу баншу нужно фокуснуть баншу не дофокусил что-то ревоза вперед сейчас войдет пытается к танку проникнуть танку уже не просто проникнуть ну баншу хоть покуснул и то неплохо роуч пока держится так как оверл убил с флешем танк что оверл убил между прочим оверсира не было что-то не понял погибла погибла эта минка сейчас если честно потому что рева ее видеть не мог у него вижена здесь нет так королева минус 76 33 так казалось бы жил-жил но все-таки судя по всему до победы то не доживет хотя танк пытается за контроль 2 бы хотя бы строился танк может быть что-то получилось 3 реводжера там морфится танком касс контролят очень жестко 13 32 барабам так самок надо на развалить танк на хайграунде роучи уже смувом кажется да роучи уже смувом гг пишет касс рева 2-0 ребятки 2-0 ну что блай против рейнера так ну что у лена создаю у лена была первая карта поехали так мэджик прыгает сам остальных всех зовут поехали всем удачи желаю в лай против рейнера начинаем завзешечку сразу же резво карты подчерканы нужно писать дальнейшем кстати парам нам чтобы приходили быстрее сюда так темп артоп и гуру против бестика 1 8 будут завтра играть потому что я не знаю там в темп ларту кто не может по моему темп лар не может учеба что ли гуру тоже учеба насколько я понимаю я понял узнавал паша вот поэтому завтра будут эти матчи приходите завтра обязательно будет интересно завтра до конца все будет то есть завтра будет вот эти 2 1 4 матча 2 2 точнее 1 8 матча 2 матч 1 4 2 сегодня состоится матч 1 4 напомню и полуфинал и третье место финал завтра до конца все доиграется вот как то так погнали 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 идентичные билды рейнер разведывать решил ну посмотрим посмотрим рейнер напомню это игрок из италии очень молодой игрок не буду врать сколько ему сейчас лет но как-то мало там ему лет кстати можно было итальянцев позвать у меня их нет контактов и милы у меня контакт есть и мил нормальный челга поэтому я зову позвал он согласился постримить почему бы и нет завтра кстати начало в 15.00 раньше чем сегодня на два часа помните об этом завтра потому что игр достаточно много вот приходите будет интересно будем смотреть на насчет формата следующий бобролиги посмотрим что будет за призовой сегодня но на следующий уже точно как бы спайку спасибо спайгриде точно пятнашку выделят во первых ну там минус 20 процентов естественно сайту и паша вот смайло и так очень интересно здесь тоже хрена тут такие раучи раучи битвы вот и кибет обещали 100 баксов не выделить там в стиле того ну там я не знаю сколько 8к руб или что-то около того надо запрашивать то есть уже точно около 300 баксов будет призовой вот и я подумаю с пашей там может быть запилим к примеру дабл элиминейшн потому что бо 3 как бы ну там везде бо 3 только основные стадии бо 5 сделать там вот посмотрим на этом турнире уже соберется ну и так двадцатка почти в принципе до трехсот пока бакинских не дотягивает рублей ну может еще что-то сегодня завтра наберется вот не знаю то бишь у нас четвертьфинал какой будет один второй пока неизвестно участники второго четвертьфинала один четвертьфинал у нас будет стрэндж против ревчика вот а так минус линге а второй где играют лизандра хэпич и димага вердос там у нас будет один полуфинал еще сегодня ой четвертьфинал простите остальные все будут свободны после одной восьмой игроки как то так ну что блая второй газ блая ставит хат у рейнера ручами стоит на рампе блая рейнера кстати немножечко обманул получается у рейнера второй базы нет у рейнера там только хотя у рейнера ого 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 посмотрите сколько лимит боя у рейнера 15 на 4 но с другой стороны зёрк вот этот лимит заказывает почти rie что за заказ в общем то пилет вот сейчас как можно рейнер например то есть будет 4 рев哈哈哈 выход – минусienið ну это идет дальше все оверов нету да но бодрый я начал Ну, Блай и это понимает, то есть, если бы уворачиваются от фаербола в красавчик, если оверов так начать терять, то есть, просто раньше, как пуши с эвэджерами раньше очень жестко проходили, каким образом, зерк шел вперед, и просто по дороге в ЗВЗ принято, вот, исходится развешивать оверов, чтобы контролить, а ты эвэджерами выходишь, коп первого убил, у тебя соплай блок, ты пуш видишь, заказаться не можешь, второй идет, кдшечка прошла, хо, второй, и ты так доходишь с соплай блоком оппонента просто до него, и разваливаешь его в хламину просто-напросто, так, фаерболы пошли, Блай одним фаерболом попадает, так, одними несколькими фаерболами попадает в реводжера Рейнера, но теряет свое что-то все, еще Блай творит, Блай очень опасные игры сейчас играет, посмотрите, у него лимит-то боевого, примерно столько же, вот он сейчас юнитов своих еще расплетел, по частям развел, фаерболчики пошли, по роучам Рейнер уворачивается, Блай смог соединиться, это очень важный момент, что он смог соединиться, сзади тут реводжер заходит, фаерболом, кстати, попадает Рейнер, неприятный момент, Блай фокусит реводжера оппонента, фокусит, фокуснул, линги куда-то убежали, вот линги возвращаются, Блай тут контролить пытается жестко очень, 1 хп, да обещай Блай, 1 хп, все, что ж такое-то, фаерболом попадает, там Рейнер отменяет, роуч, Блай сжимает, 51-42, в итоге у Блая есть хат, а у Рейнера нету, и у Блай, конечно, Рейнер молот в перспективе, но Блай это тащивец, еще тот из ЭВЗ, в последнее время у Блая просто на высоте, поэтому, конечно же, тяжело что-либо сделать Рейнеру здесь с Блайчиком, Блай морфит реводжеров еще, Рейнер на рампе стоит, хорошо прям фаербольчиками откидывается против Блая, фаербольчик на ход, так, еще фаербольчик пошел, по оверу фаербол раз, по оверу фаербол два, первый попал, второй нет, и Блай вот отступает у нас, смотри, не отводит сейчас Рейнер овера, ошибка 59-53 по лимиту, Блай три овера строит, сейчас Саблай блок получил, дронов пока не строит, ну а что, Рейнеру хату надо ставить, с одной базы смысл сидеть, сейчас Блай запалит, что хата ставится, стоит овером рядом, но не видится эти хатки Блай, а хата строится между прочим, вернулся домой, хорошо фаерболами попадает, одного овера королевой добьет, второго фаерболами добьет Блай, не отконтроливает Рейнера разряд, так, ну фаербольчик ему туда какой-нибудь находит, мимо овера, ну 76-62 по лимиту, Блай безусловном плюсе, здесь рейнеров новых и новых добавляет, Рейнер несмотря на то, что хату ставит, Блай не видел пока, сейчас проверит, увидит, что хатка заказана, нужно бы, а, 29, ну парабам, все нормально у Блай, так и так, видит хату, прекрасно, Роущий все больше и больше становится, ну через этот проход уже тяжело врываться будет, так, Рейнер спалил овера, что ли, какой-то Роущий ушли, не понять куда, отбегает Блай несколькими лингами, кстати, это забегание может жестко сейчас по Рейнеру экономикой удалить, но он отступил назад и Блай лингами пробегает, конечно, мимо, но сколько из них, 3 до Мэйна набегает, кстати, Королева ушла, но Дрончика подбросил, Роущий еще вовремя вышли, Дрончика не получится даже подбросить, хотя вот тут шальной линг какой-то, но Блай недоконтролил, здесь на 2 акуса было хп, мог, мог убить, и Блай уже заход, пока Рейнер отошел овер сбривать, Блай успевает занять позицию, здесь просто Рейнер выпустил, то есть Блай даже камни не пришлось пробивать, но у Рейнера большой боевой лимит. 15 Роущий, 5 Реводжеров, у Блая больше, 19 Роущий, 6 Реводжеров, и Линги в дотекании, заходит Блай на хайграунд, Реводжер танкует, Фаербуллов получает, опять Реводжер танкует, Блай, что ты делаешь? Провальный контакт, здесь по Фаербуллам бегает, Реводжер один попал на Фаербулл, уворачивается от Фаербуллов оппонента, Рейнер также не идеально дрался сейчас абсолютно, Фаербуллы по личинкам, что ли, пошли? Линги очень неплохо, здесь Роущий части цикли, ГГРН и пишет, несмотря на то, что врыв Блая был так себе наверх, он за счет преимущества по боевому лимиту разорвал. Так, вторая карта, центральный протокол. «Реводжер г 000ь based на моей карте фрахыл ×ш тыг» подчинкаю по видео на нее пол arteUhines. Манджар Conference dedы к их б !! Продолжение следует... Так, готов. Так, короче, тут сообщение приходит о том, что сегодня не сможет Ревчик играть. Скорее всего, потому что он думал, что проиграет касту. Вот так вот он говорит. И у него там какая-то встреча одноклассников сегодня. Но ничего страшного, завтра сыграем. На один матч больше будет Редому. Не критично нам будет. Сейчас я узнаю. Нужно Стрэнджа просто отпустить будет. Поехали. Редактор субтитров. Продолжение следует... Продолжение следует... Так что, ребят, сегодня у нас одного четверть финала не будет. Стрэнджа я уже отпустил. Завтра посмотрим Стрэндж Рева. Ну что же... Горяченькая на завтра переносица. Все нормально, в общем. Погнали. Ну у нас предусмотрено было сетки, то есть на два дня перенос. Четверть финала проводим сегодня только потому, чтобы на завтра адово много игр не было, так как два сегодня четверть финала... Одной восьмой, простите, не могут сыграть. Ну и сегодня один матер одной четвертой сыграем. Это нижнюю часть, где Хэпчич бьется, в общем-то. С Лизандрой и Вердос с Демагой, то есть подряд как раз их отыграем. Ну а что, нормально на самом деле будет. Зато никого не задержим. Все свое сыграли, все свободны. Кто-то до завтра, кто-то свободен на турнире, до следующего турнира. Ну что, 1-0, да, Блай ведет, прошу прощения. Блай пушит Рейнера, сейчас бейлинг баст, идет самый такой жесткий. У Блая готов мув, у Стрэнджа мува нет вообще в принципе в заказе, но здесь есть три бейлинга в заказе. Блай тремя бейлингами пытается бежать Стрэнджа. Здесь начинается развод, ой, три бейлинга сейчас больно могут ворваться. Плетка с этой стороны ни хрена не прикрывает. Так, врывается Блай. Пытается уйти Рейнер сейчас. Блай пытается ворваться так себе. Врыв. Не то, что так себе, провальный, я бы сказал, врыв от Блая. Отменил, между прочим, Рейнер вторую хату. Это значит, что Блай уже в нормальной ситуации, даже несмотря на то, что мне особо ничего не получилось. Так, еще бейлинги здесь у Блая. Ну вот, называется, побежал за основную группу, убил бы хотя бы четыре рабочих. Где петло хорошо. А сколько завтра Рева? Ну, соответственно, будет сначала одна восьмая отыгра на оставшиеся два матча. Топы Блэк Темплар и Гуру Бистик. Потом сверху вниз одну четвертую начнем. То есть его пара второй будет. То есть матч третьим, как бы, после одной восьмой, одной, одной четвертой. И так, шесть дронов. Минус все-таки Блай достал до сюда. Еще и плетку минус. Ну, 12-17 в итоге парабам и хату ставит сам. Так, не будем про цвета вот здесь. Да, цвета, конечно, похожие здесь. Ну, ладно. Ну, ладно. Все, я всех отпустил Преву. Стрэндж отпустил, потому что он мог ждать Реву. Как бы, не значит, что он не сможет сыграть. Поэтому Стрэнджа я отпустил. Если бы он, если Преву мог бы, Стрэндж бы ждал бы, то, естественно. Врывается Бейн из двух сторон. Хорошо заходит Блай, но провально взрывается уже. Второй раз я подумал, ну, как провально. Первыми Бейлингами так себе можно было лучше. Но по экономике, вы видите, это минус Рейнер практически. Здесь овер висит. Блай пытается еще покусать тут Лингов, но плетка ему, этому дрону, прости, покусать. Плетка Линга минусует. Все замечательно. Сюда все вкапать. Блай опять передроп. Ну, сколько уже. Пора тормознуть с этими передропами. Блай забегает на мейн. Здесь дронщик один. Так, одного дэмажного пробрил. Так, здесь два Бейлинга. Что-то бегает. Блай может обойти отсюда. Нет, отсюда нет смысла Бейлингов заводить. Там плетка. Лейр Блай делает. Да зачем ему лейр? По Москве во сколько? Нет расписания. Начало в 15.00 турнира. Вот. А там уже как пойдет. Конкретного времени, естественно, нет. У нас нет GSL. У нас нет рекламы по 10 минут между играми. Все идет подряд. Так, лесбиян. Да, кстати, прошу прощения, не заметил. Сейчас я СЛПшечку поставлю. На Яндекс 20 рублей приходит. Чарли Гунакось, спасибо тебе, да. Знаю, вообще, знаю, там за 30-ку и за 40-кет такие жевательные. Чарлик любит их. Зубного камня еще там они. Типа профилактика. Ну, хз, насколько там от них толк есть. Короче, спасибо очень в любом за поддержку, ребят, всем. Взрывается Бейлинг раз. Второй линк пробегает. У Блай Спайр уже пошел. У Блай нет Роучи, а здесь что у нас? Здесь пытается вообще Рейнер восстановиться хотя бы. Нил даже лейера заказанного нет, конечно, отставание колоссальное. И странно, что Блай вообще Роучи не добивал. Ну, Спайром надежнее на самом деле, да. Если тебя не пушат, правда. Ну, Блай будет готовить, слезочку есть, что поставить. Овер Блай минус. Два еще заказывает, три в продакшене в итоге. Здесь два Ринга приходят. Дрон Рейнер от Транс-Юзел. Ринги минус. Дрон Рейнер от Транс-Юзел. Дрон Рейнер от Транс-Юзел. Лесбия она. Так, ладно, будем цвета пожестче контролить в следующих играх. Дрончик минус. Оверы полетели... Ой, прости, Оверы. Муталиски полетели у Блай. Здесь Рейнер Овера подбреет. Одного королевы, второго Муталисками подбреет. Третий хат у Блай пока нет. Здесь что-то Роучи бегают у Блай. Сам Роуч Ворон делает. То есть, Мутку прям масить до конца не будет. Куда-то Роучи побежали. Куда они побежали-то? Блай видит Роучи и начинает атаковать сейчас. Роучи идут вперёд у Рейнера. Что они забыли-то там? Конечно же, пушать никакого смысла нет абсолютно. Рейнеру нужно уйти домой. Два часть Роучи принять. Потом отменить просто третью. Линги бегают. Рейнер своими лингами бегают. Три Беллинга есть. Пытаются уйти. Блай пытается догнать. Догнать не догнал. Ну, Бейны свалили. Возвращается Рейнер. За удар уже хату не взорвать. Поэтому не видел особого смысла там куда-то вырываться. На мэйнис курочка. Одна у Рейнера есть. Блай забегает лингами. Сейчас. Ну, здесь, кстати, есть у Рейнера линги. Встречают. Можно залететь. Королевы, кстати, очень далеко. Можно было бы даже спортикнуть, мне кажется, минус ночь. Блай-то Кужеров разваливает. Пять королев. Здесь есть. Куда-то линги вперёд побежали. Что-то Рейнер, как Глая, на ровном месте разводит. Для этого, что ему Талиска строят? Да нет, это только кажется равной игрой. Равное количество рабочих не значит, что игра равная. Хата Глая отменяется. До последнего терпел. Линги минус. Мутка опять к моей, но полетел. Блай, кстати, Муталисков мастит. До сих пор 16 уже есть. Вот они все здесь и летают. Ещё два строятся. Плюс рулующий рингер. Здесь одна стак. Здесь две спорки. Что Блай боится-то? 16 Муталисков здесь две спорки. Стоять у них нет. Да полетел, убил спорку, да и всё. Сагрилось, Мутка, на спорку. Нет, Блай не хочет спорку упорно убивать. Блай хочет взад-вперёд летать, походу, с Рейнером. Не, надо под королев пролететь, овера побить обязательно. Ну ладно. Чё-то не надо пригорать мне тут, походу. Блай оверов минусует. Блай считает, что так надёжнее. Крус делает надёжнее, как он считает. Мне кажется, если есть возможность убить, надо убивать. Спорка минус. Тем более, уже не раз видишь, что королева где-то за 3,9 миль ходит. Здесь, правда, две спорки. Была бы одна вообще, было бы нафиг. У меня особо было бы. Газ подрезает, Блайсик, на мэне. Откоски подставился. Королева минус. Гроничков несколько минус. 9, 116, 176 по лимиту. Нидус Блай делал. А, это Рейнер Нидус делает. Ну, сейчас он Нидус запилит и Блай отобьётся. Просто всё будет на 80 лимитов, на 30 ёмами. Конечно, боевого надпищать. Так, оверминус. Ну, королев, кстати, много. Но у Блай уже по земле столько, что даже королевы не помогут. Да и ему талисков 17 штук, поэтому... Есть Прохарасик. Четыре дрончики ещё забрал. Спорку забрал ещё Гвейвум. Побило дронов там очень жёстко. Наламывается Блай. Спорку решил всё-таки на второй минуснуть. Здесь одна спорка, да, почему бы не минуснуть. Минус овера. Ну, тут одноколичная игра, по крайней мере, такая. Как мне кажется, получается. Вот побежал вперёд Блай. Нидус готов. Куда Блай не понимает, где Нидус. А Рейнер вообще не выходит. Руич Ворон потерял. Один дрон потерял. Королевы что-то взад-вперёд бегают. Даже Нидус не успел сделать. Пора ГГ Рейнеру писать. Либо что-то... Королевы выходят сейчас. Фаербулами с почти полной энергии. Королеву Блай накрывает. Рейнер пытается свалить. Куда-то сваливать пойдём. Всё, фаербулчики пошли. Фаербулчики мимо. Ещё фаербулчики. Один по роуту попал. ГГ пишёт Рейнер. Ну, это изи от Блай. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Неправильно написал я Хэппи против Лиссандра Хэппи сейчас будет биться Ждем Лиссандра, я не знаю где он Здесь он или где-то еще Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, ну что, ждём 3.3 фактически осталось у нас Это не так уж много, я думаю, что при определённых раскладах вообще к 9 часам мы уложимся закончим Но отдохну сегодня-завтра, старт пораньше будет жестко. Продолжение следует. 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 полетит. Одна прямо на мейне копается. Кстати, Апсервер успевает доделаться. Здесь два сталкера на второй базе. На мейне Мазеркор все законтроливает. Здесь есть пилонов здесь вообще много. Александра прям перестраховывается, обнесся вообще пилонами на мейне жестко. Так, пролетает сквозь у верчажа. Минка копается, моряки копаются. Смотрите, сейчас бабанчик будет минус Мазеркор. Я бы сказал, очень неприятно для Прокса начала. Хэппи, это хэппи взял и просто залетел там, откуда неожиданно подрезал, улетел. Вообще красавчик. Марабам, конечно, Александра впереди, но дэмэдж он получил, как ни крути. На три сотки. Два рабочих Мазеркор. Минус. Хэппи еще раз врываться будет. Сталкеры не на мейне стоит. Минка копается. Александра вообще не реагирует на эту минку. Даже не заметил. Минус шесть пробок. Вот это да. А вот это уже серьезный был. Урон шесть пробок. Минус в такой стадии. Причем Александра вообще... А нет, видит он минку. Кстати, Апсервер не бустится. Он одиннадцать секунд, а здесь сколько? Не, успеет выйти, судя по всему. Причем Мазеркор добьет ее даже дэмэджем, так как минка на шестнадцати хп. Но, возможно, возможно, испугается. Александра верчаж выставит. Нет, не стал выставлять. Увидел, добил. Здесь марики дропнулись. Медивак не потерян. Ну, тут особо хэппи уже ничего не смог сделать. У него уже третья ЦЦ-шка строится. А это жестко, на самом деле. Это очень жестко. Третья ЦЦ-шка, это серьезный разговор. Уже три мула. По три КСМа строятся. Делается с темпагг, делается плюс один щиты. Где он? А, лабы одной пока нет на бараке. Чё-то хэппи завтыкал, видимо, слабый. Здесь можно медивак бы и вычинить было, потому что 43 хп это что-то не очень. И третья ЦЦ-шка перелетает сейчас. Здесь у нас... Что было? Минка? Либо и марик стал. Я так и не понял, что там было. А, здесь лаба есть. Вот барак перелетает. То ли я завтыкал, то ли хэппи завтыкал. Ну, и то, и другое. Я завтыкал, лабу не увидел. И хэппи что-то долго туда не перелетал. Старпорт реактор. На факте новый реактор. Щиты заканутся. Стим уже через 25 секунд будет готов. И щиты... Короче, щиты еще не скоро. Через минуту где-то будут готовы. Ну, главное, стимпак, что то, что ран доделся. Щиты делаются тоже, значит, будут готовы в ближайшее время. Три медивак хэппи сейчас строил без старпорта реактора. Ну, и сейчас с реактором начнет отстраивать на мейне рабочих. Так, 14. Здесь у нас сколько? 15. Ну, короче, нормально. Да, надо на третью переводить. Там, в районе 16. Это уже нормальное количество. 8488 по лимиту. Александр только-только гоняет по рабаме. Впрочем, с двух никсусов хэпча. Обалдал уже за рабочим. Плюс один делается. Делается твайлайт. Делаются колоссы. Это, конечно, все интересно. Но обычно тираны такие билды разваливают. Вот и колоссы как-то они ежок. Не понял я, кто обсервера увидел. А, обсервер вашего бронеж-туретки. Поздно Александр им пытался вылететь. Зафокусила минка и уже выстрелом убила. То есть, в инвиз не ушел уйти. Не успел уйти. Хотя, даже если уходит он в инвиз, то минка наносит не прямой дэмэдж, а сплэш. А сплэшом минка обсервер за удар убивает. Так что, наверное, так там и произошло. Вот. Плюс еще минки строятся. Бараков добавляется пару штук. Т-5 сейчас начнет работать. Газ на третьей базе. Здесь бункер перестраховывающий. Вот у Хэппи постановка здания. Уже реально, как я уже не раз ее видел, но он отработал все это дело. Другой момент, когда вот из этого как будто выглядываю оппоненты начнут извлекать, зная, как у Хэппи где здесь стоит что. На второй бункер. Хотя, как здесь извлечется? ТЗ. Танк есть, есть два колосса здесь. Либераторы будут. Нет, Викинг дозаказывает Хэппище. Еще не знаю, почему Викинг дозаказывает Хэппище. Минка копается спереди здесь. Прирост что? Прирост-то выдвигается. Только два марика осталось. Нужен новый дозаказ. Но лимиты близкие сейчас. Очень близкие. Боевой вообще. 65-62 одинаково практически. Адептом Александра разведывает, что здесь происходит. Можно пару пилонов перестраховаться, поставить еще. Где Мазеркор? Мазеркор на второй базе в кармане там стоит от дропов. Хэппи блочит вообще оппонент своего. Он не собирается идти вперед, насколько я понимаю. Он собирается блокаду такую сделать. Просто не надо никуда спешить. У него три базы-то добывается. С другой стороны, куда Хэппи еще спешить тоже. У него 2-1 грейды сделаются уже после армори. У него два Старпорта. И он решил, что не Либераторов, а именно Викингов подстроит. Ну, ФСС. Ну, в принципе, Викинги надежнее, если чисто против колоссов. Либератора и по воздуху, и по земле могут прикрыть. Но по воздуху Викинги лучше убивают колоссов. По земле Либераторы могут так разложиться, что не обязательно стрелять будут. Поэтому Хэппи, наверное, предпочитает Викингов построить, понадежнее поступить. Так, Гвардиан Шилд спускается, Лиссандра вниз. Минка не успевает залпы делать. Танк всего один. Хэпп идет вперед. Билды неплохие здесь, я вам скажу. 145, 163, 150, 165 уже, 170. На 20 лимит просто впереди. Парабам одинаково, значит, боевой на 20. Плюсю просто. Нужно аккуратнее Хэппи быть. Вот, Лиссандра боится наломиться, и Хэппи просто уходит отсюда сейчас. Берет да уходит. Плюс один на воздух. Викингов все больше. Гостакадемию можно было запилить. Где просто собирается брать четвертую, пока не понимаем. Вот здесь вот, стандартную четвертую. Гейты разнес тоже. Сколько гейтов? Восемь наблюдаю. Плюс два. Грейт 1-1. Сейчас и вторая атака делается с одной фаржи. Тут Лиссандра бустит грейды. Как вы видите. Четвертую Хэппи начинает добывать, гостакадемия пошла. Что-то дропов вообще нету после начальных. Странно. Но решил Хэппи, что в лоб будет биться. Ну что, берет опять все идет вперед. Гостакадемия не стал дожидаться. Собрался тайминг викингов плюс один реализовывать. Викингов не так много. Ну вот еще одного берет. Еще один Викинг, кстати, вышел. Будет Хэппи еще одного брать. Ну надо все взять вперед. Тимпач забил Викинги залетать. Лиссандра там переблинкивает сейчас. Но вот через такой проход узкий, как Хэппи, жестко ломится. Надо через более широкий брать ему. Вторая атака на воздух. Армор второй доделывается. Фьюжн Кор у Хэппи. Я не знаю, зачем ему Фьюжн Кор. А, Либераторы делаются. Рейндж Либератором расплатки, видимо, будет. На хайграунд заходит. Тут можно танк поставить, четвертую напрягать. И Викингами еще тут подрезать колоссов легко достаточно. Под блинк, ой, какой под блинк-то тут столько бивок. Каких, черт, под блинки. Танк живет, танк по колоссам. Ой, по сталкерам стрелять, колоссы падают. Хэппи с хайграунда просто все убивает. Непонятные сейчас вещи Александра делал. Под блинкнулся агрессивно. Что ему нужно было сделать? Ему нужно было выбить этот танк и отступить все. Ну либо же драться уже с биво так, чтобы, ну, аккуратнее, чтобы колоссы больше не участвовали. В итоге он под блинкнулся и всю свою армию на выбивание с хайграунда Хэппи отдал. Так, отблинкивается Александра. Хэппи тут прессует. Снизу его все очень жестко. Минки перекапывают. Некст падает. Новый просто. Гротник сейчас. Новый. Новый, но этот тоже терять не очень-то. Хотелось бы. В итоге теряет Александра здесь все. Прилетают еще Либераторы. Раскладываются четыре штуки. И позицию эту займет, в общем, целиком и полностью. Гасты уже пришлись в атаку. 199, 141. Газакас. Гигантский, я бы сказал. Пошла атака. Ой-ой-ой. ЕМП. 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 Здесь даже с перебором армию Хэппи. Здесь Либераторы вообще не нужны даже. Легалис запишет. 1-0. Только лишний раз контролить. Но Хэппича контролем не напугаешь. Орбитальный верб. Следующая карта. Сейчас создадим. 2-0. 3-5. 2-1. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. Ждем всех сюда. Александра тоже заходит. Не сыпется золотых гор пока, хотя хэпич тащит. Но пока еще для хэпича слабые стадии такие. При всем уважении к Александру, все-таки хэпич... Мне тяжело представить. Как Александра выиграть хэпича может. Тем более у него стиль, если бы он... У него стиль такой более... Ну, я бы сказал, размеренный. Если бы он блинкался, это агрессивно. Старая воянистая картинка. От Эсгенота. Вот, если бы как-то агрессивно чизил Александра, то он бы, наверное, бы... У него шансов больше было бы хэпи пробрить. А так, честно говоря, их немного. Окрено, бля. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что, Марик строится? Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, успел минку копать Закопать обратно Скан пошел овер Ой-ой-ой-ой Я б сервера не сбил А так был близок к этому Ну понимает, что все Здесь уже не получится Больше дэмэджа нанести Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, ну с не в чем-то уже можно Против такого игрока, как гидро Патренец Сосну там вот именно против Милишного стиля у него очень круто Хотя гидро реводжер Реводжер овучи тоже С не в чем реводжеров давление Ну нужно найти, просто в кастомке Поиграть бы с кем-то желательно Ну что, 30 Сэшки Здесь третий Нексу ставится Пу-рабам 49-37 на 80 На 61 лимита в пользу Лиссандра Хэпп перелетает с Сэшкой Танчик один есть Сканет хэппи, мин капса Разбивает сейчас Продакшн хэппи наращивает Но пока не из всех зданий строит Естественно Стимпак-щиты делаются Есть инженерка Плюс один, чуть какой-то поздний Прям реально Туреточки добавляются Готовы Туретка Здесь у нас летят Мула Ну, кстати, вот эта Противоторковая Туретка В минеральной линии Например, нет 61-50 Пу-рабам По лимитам Преимущество есть Киша-4-52 Пу-рабам Плюсы, конечно же, Лиссандра Хэппи Небольшой соплей в лов Сейчас получает Прет-пин-код Прет-7 Выдвигается Хэппи вперед Лиссандра камни пробивает Понимая, что с той стороны Может с танком Хэппи прийти Он как раз туда, между прочим, И двигается Боевой лимит одинаковый Практически Так, колосс спускается Столки раз спускаются Минка минус будет Нет, не минус Пока Танк гропается Хэппи отошел чуть назад Решил, что врываться не стоит Ему убегает вообще домой И викинги пошли Опять, кстати То есть опять То же самое Абсолютно Делает Проц Опять колоссы Опять, говорю, стандартный билд На ход с похожей Ну и посмотрим Что из этого Выйдет Добавляется Форжа Вторая у Лиссандра Здесь дроп идет Причем гигантский дроп Тройной Сканит Хэппи Видит, что ничего нет У юнитов Только мазеркор Дроп пошел Здесь пилонов Достаточно много Стоит Но правда Два Сейчас Развалит Моментально Хэпчет Дроп тут Большой Мародеров контролят Колосс пока живой Мазеркор Не покуснул А зря Кстати Здесь еще Пилончик есть Пользователь Эпплсит Подчеркивание А активировал Премиум на ваш канал Что-то не очень Получилось На самом деле Ни хрена Здесь у Хэппи дроп Ну что-то Выбил Пилоны Выбил Там пару юнитов Потерял Сам юнитов Не так дико Прям много Но Немножечко Отвлек Прот Совнимание Но В общем-то Не в плюс Не в минус Особо Так Короче Поразвлекал Два Один Гриды Эпплсит Спасибо Всем спасибо Ребят Я думаю В этом месяце Уложимся 4 премиума До 300 Осталось В этом месяце Так что Всем спасибо Рекордный Вообще Рекордный 200 Как это был Рекорд Здесь 300 Прям вообще Замечательно Вот И Спасибо Всем За поддержку Еще Можете Поддерживать Естественно И меня Мой канал И турнир Этот Сами Знаете Как Вот И она До Двадцатки Просто Округлился Сейчас Только Я Сказал Сразу Происходит Это Практически Одновременно Турнир Будет Ежемесячный Наш Пока Ближайший Вот Этот Месяц Следующий Точно Дальше Посмотрим Что Там Будет На Следующий Месяц Уже Где-то В Районе 300 Ну Не 300 Поменьше Поменьше Там Короче В В районе 200 С лишним Гарантированных Гарантированный Призовой Уже Есть 15 Плюс Где-то 8 23 Ну Минус Процента Ну Да Там Что-то Короче Что-то Типа Того Уже Есть Мне Обещали Люди Значит Все Будет Ну Что Пошли Врывы Или Не Пошли Мимо Хэпич Проходит Лиссандра 126 200 Минки Ничего Не Прикрывает Колоссов Что-то Много Хэпи Дроп Тройное Делает Остальными Пытается Уйти А Нужна Ли Такая Фантастика Вообще Вот Хэпич Фантазер Дроп Прям На Мейн Заходит Дроп Пается Он Лиссандра Вынужден Отходить Здесь Дроп Один На Четвертую Лети Здесь Одна Фастонка Нормально Можно Ворваться Мазер Фор Вообще Чуть Не Реагирует Мазер Фор Минус Фор Можно Сбрить Кстати Говоря Но Хэпич Принял Решение Нексус Сбрить Здесь Потом Минус Но Лиссандра Зато Тут Охоту Устроил Ну а Что Викинги Улетят Здесь Био Конечно Отдаст Эпи Вот Эту Часть Но В итоге Минус Нексус Он Плюс Из-за Этого Того Что Лиссандра Там Гонялся Дроп По Лимиту Хоть Чуть И Меньше Сейчас Еще Нексус Возможно На Четвертую Убьет А Хотя Грэйд 1 1 Пока Грэйды Не Дикие Набил Но Даже С 1 1 От Демаш Очень Хорошие Наносится Хвостик Здорово Все Хорошо Есть Уточки Но Скоро Уже Все Здесь Будем Жить Отдохнул Хорошо Погуляли По Лису Потаскал Машу Полепил Котов Из Пластилина И Бегемонтиков Ну а Сегодня GSL Был и Бабролига Завтра Продолжение Бабролиги До конца Не пропустите Викингов 18 Штуку Хэпщ Колоссы Приходят Как они Их Разрывают Этих Колоссов Викинги Не успели Даже С созданиями Нормально Подраться Колоссов Сталкеры Тоже Не понять С кем Дерутся Короче Колоссы Сейчас Не очень Решают Вот что Я вам Скажу Шторм Нужно Играть Мне кажется Раскладок Садится Хэпи Всем На землю Уже Своим Хозяйством 130-307 По элементу Ну кстати Пуш был Сильный Такой 27 КСМ Погибло Но Учитывая То что О Просто Еще ресурсы До хрена Учитывая Ситуацию Просто Вот такой Микс С колоссами И Со Штормом Например Вот это Другой Совсем Разговор Но Одни Колоссы Что-то Ни хрена Президент Прошу Что-то Я Настолько Крут Что Боже Крестный Брат Смотрит Три Года Надо Аккуратнее С такими Мещами Много Лучше Не показывали Так Отступает Хэпи Александра Погнал Еще Хэпи Смотрите Лимиты Одинаковые Четвертый Нексус Восстанавливает Вот Дает Грейды Ровные Все Ровно Нужны Технологии Нужен Шторм Нужно Что-то Вообще Здесь Привет На Твиче Все Антон Дерябин Твиче Работает Сегодня Да и Завтра Уже Будет Не знаю Там Вроде Алима Лига Или Какая-то Хрень До Старта Там Будет Завтра Ну С фениксами Колоссы Хз В лотве Как-то Колоссы Слабоваты Что-то С фениксами Они Что там Случилось Оф Спасибо Фулл Горыч Еще Дурнир Пополняется Косарь Да Это Радует Ну Что Хэппи Ход За Перполь Лимиту Больше Чем Лиссандра У Лиссандра Архона Вот Поздно Это Все Появляется Гастов Правда Нету До Сих Пор И 3-3 Будет На 2-2 Тирана Что Самое Хорошее Для Лиссандра Сейчас Но Нужно Лезть До 3-3 Еще 15 Секунд Даже Больше 17 Фронт Хороший Кстати Горя Колоссы Неплохо Жгут Викингов Мало Было Можно Было И Целенаправленно Их Отфокусить Считаю Что Зря Пропс Этого Не Сделал Заходят Викинги Садятся Колоссов Новых Имеет Смысл Заказать Ведь Викинги Все Отдались Фактически Они Вообще Все Живы Они Так Ворвались И Все Живы Отходят Лиссандра Сейчас Хэппи Гонит Его Вот Когда Ты Идешь В Бой Проверить Сколько Дегрейда И Уже Понять Точно Он В Бою Доделается Или Ты Сейчас Без Него Подерешься Минус Пятая База Хэппи Идет Вперед Ну Кстати Лиссандра Хэппи Зажимает Смотрите На 3.3 Грейдах Разваливает Каким-то Образом Но Лимит Хэппи Все равно Больше Причем Значительно Больше Ой Как Фоминком Ой Как Адептам Больно Две Минки Прям Еще Минка Бах И еще Минка Не Бах Ой Блин Просто По 4 Минкам Прошел Я не знаю Потерял Больше Чем Во всем Замесе Как Так Нужно Уконтраливать О Минкам Ходит Лиссандра Видит Что Здесь Минки Есть Ничего Делать Не Может Ребят Гуд Гейм Что То Там Падает Что За Хрень Вообще Не Знаю Не Обновляйтесь Пока Залп И Минка Сплэшем Обса Еще Убивать Пока Хэппи Отстраивает Империю Протас Пытается Справиться С 4 Минками И У Хэппи Успешнее Получается Пока Империю Отстроить Чем У Лиссандра Справиться С этими Минками А Двлинклуса Здесь Фатонка Строится Причем Пока Строятся Обсерверы Не Строятся Колоссы И Что Более Важное Из Роба Что Дэмэдж Может Наносить 188 137 Полимед Здесь Пятая ЦС Уже С Мэйна Летит Не Пятая Это Четвертая Она Просто С Мэйна Перелетает Пошел Врыв Не Мп Архоны Сразу Минус 173 Калус Падает Мазеркор Падает Все Падает Уброд За 2-0 Гэпич Александра Справляется Хэпич Ну Вот так Побились Пожестче Чем В той Игре Так что Ребят Рекомендую Вам не Загружаться Димага Здесь Вирдос Где у нас Вирдос Здесь Вирдос Так Карты Лили Лак Первая Карта Создаем Редос Против Димаги Редактор Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, что за хрень произошла... Привет, Наргил. Стрим уже в финальную стадию входит сейчас. Уже скоро конец. Последние два бо-три сейчас остались. Вот сейчас Демага сыграет с Вердосом и победитель с Хэппищем сыграет, соответственно. Вердоса что-то тут с двумя газами с мейной. Интересно, что же это может быть? Однобазовый блин против... Однобазовый блин против всех. Приколите. Нет, навряд ли. Два гейта это на Лирилаке. Вот. Странно, что не в стенке. Овером Демага не находит оппонента сейчас, естественно. Демага три хаты пул билд делает. И, кстати говоря, против трех хат пул билда, вот как раз то, что Вердос делает, может зайти очень даже сильно. Если адепты ворвутся вовремя, пошел пул. Так, третий у нас строится. Второй почти готов. О, уфа, на. А вот это вообще элегантнейшая как-то. А, строится адепт. Второй адепт. Пошел 27, кстати, адепт дольше. Сталкер строится листок, уж не обращал я внимания. Вот это интересный очень момент. Пилончик ставится. Овер залетает. Ну, вот это говорит о том, что какая-то явная агрессия будет. В чем она заключаться будет. Вот, я не знаю. Может, это грейд как раз таки на этих ребят. Может быть, это Даркшайн. Судя по газу, это не будет Даркшайн. Так, еще один гейд заказывается. Третий. Все-таки это Даркшайн. Нет. Это не Даркшайн. Шесть лингов строит Димага. Сейчас адепты придут. А что пробка-то уехала? Если ты со скоростью атаки хочешь подпушить, тогда нужно больше адептов заказывать. Заходят адепты сюда. Точнее, не больше адептов, а пилон нужен агрессивный. Неплохо, Вердосу клингов кайтит. Убил уже, наверное, штучки четыре. По три юнита. Шесть даже лингов убил. Но это в сумме шесть. Здесь овером что-то Димага проверяет. Еще сейчас два адепта выйдут. Вердос сверх, типа, оборонительно пытается выйти в Нексус. Ну, какие-то Димага один гейт всего лишь видел на мэне. Думают, наверное, что два гейта. Вижу, что рауч ворон да заказывается сейчас. Ну что, варп готов получается, да? Готов варп. Гейты открываются. Нужно сейчас варпить на вот этот пилон юнитов еще и идти вперед. Пока нет раучей. Так. Да, адептов много. А еще Вердос тянет. Еще не понимаем. Димага видит, что они вперед пошли. И лингами забегает. Масс-масс лингами. Вердос в непонятном направлении просто делает телепорт сейчас. Мог бы к лингам подойти сейчас просто-напросто. Так, линги пытаются в адепт ворваться. Вердос принимает бой. Адепты за скоростью атаки. Они лингов просто развалят. Знаете, как вообще минус такой. 31 линга, дрон погиб. Больше ничего. Димаги так и не заказан. Роуч Ворон, между прочим. А это очень может быть печально для него. Как он собирается отбивать вот этих всех адептов без раучей. Я не понимаю, если честно пока. Тем более Вердос проходит просто мимо плетки в наглую туда на вторую базу. И ничего хорошего, это для димаги не сулит. Не ожидал димага, что прям со скоростью атаки будет в рыбку. Знаете, как потери просто. У зерга как на дрожжах они растут. А у Фродса один погиб. Адепт ГГ пишет. Димага, жесть какая-то. Спешл тактик с отвердоса заходит сейчас. Вторая карта у нас что? Руины Сереса. Вторая карта. Создаю. Секунду. Так, я здесь. Чалик, прекрати. Ждем Вердос. Димага готов. Вторая игра. Поехали. Скоро сайт поднимется, говорят. Димага готов. Скоро сайт поднимется. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, поднялся наконец-то Goodgame. Наконец-то я обновлю все чатики, выведу нормально их сюда. Слава Богу, все работает как и должно. Отлично, продолжаем. Ну что, хатка строится у демаги, у Вирдоса... У Вирдоса опять два гита с мейна. Все, сайт уже поднялся. Можете опять тыкнуть, чтобы у вас все обновится. У демаги такой же билг, 3х, тпу, как и был. Ну вот в предыдущей игре я не понял, почему демага строил лингов. Ему бы заказать просто-напросто ручей, штучек 6 хотя бы, и плюс линги. Он бы отбился там. Плюс вот этот врыв адептов, попытка окружения, когда у них скорость атаки уже доделалась. И так, Вирдос то же самое, абсолютно то же самое делает, что самое интересное сейчас. То есть он считает, что это работает вообще при любых раскладах, при любых картах. То есть даже на такой гигантской карте, даже на кросс-риспах. У меня что-то уверенности прям большой в этом нет. Ну посмотрим, может быть все работает на самом деле. Пошли адепты вперед, две штучки. Нашел Вирдос. Так, нашел Вирдос, нашел, да, Вирдос, где демага живет и ныкает пробку. То есть здесь где-то будет заказан пилон, видимо, и что, и может быть даже гейт, чтобы пушить демагу. Потому что на медленный варп как-то, ну вот не знаю, на медленный варп рассчитывать в такой ситуации, наверное, не приходит. Адепты заходят, здесь два дрона, все, оп, минус один сразу, второй в спорку трансформируется. Тоже в спорку третий пилончик ставится. Будет ли здесь гейт, я хз. Может быть это четыре гейта скорости атаки адептов? Да, гейт пошел, прям даже интересно. Еще адептики от Вирдоса идут сейчас. Так, королева здесь есть, можно королеву подеможить в принципе. Четырьмя-то адептами уж точно королеву подеможить можно. Все, варп готов, нужно бустить теперь Вирдосу обязательно скорость атаки. У Димаги Роучи как не было, так в той игре, так и в этой игре нету. Пытается линии в этом Димага пробежать. Вирдос варпит три адепта. Здесь два идут и на мою сейчас будут уничтожены. Одного нужно сныкать, что Уирдоса делает. Будет тяжко сейчас. Врывается адептов штук, наверное, шесть. И, кстати, семь. И они со скоростью атаки все, посмотрите. Телепортируется Вирдос. Королева моментально практически проблевает. Здесь на рампу адепт встает. Телепортируется внутрь баса. Так, еще один даварт. Мазеркору верчаж выставляет. Здесь 12 дронов Вирдос уже минус. Ну, 16 лингов заказано. Я боюсь, что Димаги здесь просто-напросто не отбиться будут от адептов Вирдоса. Так, пилон отбил. Включая Димага, Димага оппонент на мэне. Здесь дронами вынужден драться уже с адептами. Как они наваливают. Это просто жесть. Смотрите по потерям. Безручий, то есть против того зерка, который не понимает, что происходит. Это реально работает. Просто две таких игры и минус Димага. Очень жаль, что так произошло. Хотелось бы хоть битву посмотреть. Но Вирдос говорит о том, что он готов биться сейчас. Реально готов биться. Но Вирдос хэпич сейчас элегантный. Если просто против железного императора. Так, ну что, здесь лихоепщие фазы. Сейчас они подчеркают. Ждем. Так. Да. Так. Продолжение следует... Ну что, Хайпич с Вердосом будет биться сейчас, и кто-то из них выйдет в полуфинал, кто выйдет завтра уже тогда будет гораздо позже других начинать. Завтра у нас будет два матча 1-8, 3-4 финала, ну два полуфинала, матч за третий финал, все очевидно. И к 9 часам мы, судя по всему, сегодня укладываемся тоже по расписанию. Ну что же, отдохну, тогда что я могу сказать. Скадываем Proof Team Liga, там есть, но что-то неохота мне ее стримить, если честно. Лучше воздухом подышу, выйду. Так, про Баркрафт напомню. Так, ребят, короче, в Екатеринбурге Баркрафт у пацанов там открылся-открывается. Так, сейчас создаю, короче, сейчас я ссылочку кину, вот, 5-го марта будет, там ладно, приходите. Сумеречные башни первая карта. Поехали. Поехали. Да, у всех сюда. Пользователь Арантвайрис активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Арантвайрис. Поехали. Хэпич против вердоса. Спасибо всем за премиум, за поддержку, три премиума до 300, да не за что, не жалко, Старкрафт всегда готов прорекламить. Пользователь Фискал Привод активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Фискульт. Привет. Два остаются премиума. Короче, ребят, спасибо всем за премиум, за поддержку, очень приятно. Спасибо, кто поддерживает турнир также. Призовой 20 на 1000 на данный момент. Думаю, что он еще увеличится за завтра, может быть и за сегодня. Завтра. на сегодня это последняя мутрина, оно только начинается, но очень интересный овердос против Хэпича. Вот. Ну а продолжение абсолютно точно завтра. Завтра будет все до конца. Завтра, соответственно, у нас доиграем два матча одной восьмой, которые должны доиграть. Одну четвертую сыграем. Три матча полуфинала, матч за третий финал. Вот так вот. Все начнется в 15.00 завтра. Что до 15.00 будет ли что? Яхазы, да, Фулгорич, ГГ подняли. Только вы там поддержали турнир. Вот. И ГГ поднялся наконец-таки. Вот. А сегодня после этого БУ-3 я тормозну, поберегу силы до завтра. Да, я прогуляюсь на воздуху, подошу пять, все там перед рабочим, ну, после, точнее, рабочей недели отдыхаю. Как-то так. Хотя, не знаю, надолго нам не буду. Ну что, у Хэпичи, кстати, билд, как против предыдущих. Как против Лесандра, абсолютно такой же. Через передроб Минки Мариков, насколько я вижу. Шумариком проверять трубазу, ничего не находят. Так, а что-то один минерал, там ближний у Хэпи не добывался. Странно. ЦЦ-шка сразу пошла, как 400. Вердос какие-то прокси тут. Полгор поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Ну, спасибо тебе, Полгорыч. Большое тебе респектом, как обычно. Ну, и здесь у нас три. Так. Очень интересно. Очень, конечно, элегантно. И, кстати, против такого вилда, как у Хэпича, может быть, и действенно, между прочим. Вот такая вот штука, как делает Вердос. Но другой вопрос, куда Варп-то далеко как-то будет происходить, как мне кажется. Но с другой стороны плюс. Так. Как-то строится. Бункеров еще пока нет ни хрена. Заходит АД, проверяет, видит минку. Вердос сюда не телепортируется. Правильно делает. Естественно, не нужно этого делать. Так. Сталкеры заказываются до готовности Варпа. Построятся так 4 штуки, потом еще построятся. Здесь в пилончик еще один Вердос ставят на Хэгэ. Нужно было так вот ближе ставить с Гейтом вместе, чтобы Варп быстрый был. Циклона Хэпи делает сейчас. Кажется, что-то он подозревает. То есть... То есть даже... Ага, ага. Даже не видя, что происходит здесь. Вот он вышел сюда, что-то увидел Адепта. И то ли на ладре Хэпич играл, то ли просто решил с Вердосом по-другому сыграть. Он не летит вперед. Вот он вообще... Угодите. А где Минка вообще? А, Минка на второй в попу. Ну, все понял. Минку придет сейчас перекапывать. Врыв от Вердоса идет. Пользователь Ветнетмен активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Ветнетмен. И, кстати говоря, ребят, здесь ситуация-то очень даже печальная для Хэпича. Знаете, сколько всего здесь врывается? Минку надо забирать сейчас. Минка... Не, Минку не забирает вообще сейчас Хэпич со второй базы своей. Здесь КСМки плюс Марики дерутся. Минку нужно вывести. Захватил сталкера, да не того захватил. КСМками окружать нужно. Здесь пилончику здесь. Так, залп. Хорошо Минка стреляет. Хорошая дэмэдж наносит. 40-30. Короче, лимиты равные. Танк готов у Хэпи. И, несмотря на вот этот врыв Вердоса, 10-30 ЦЦ, то есть у него все... Ой-ой-ой, еще и закрывает адептом врыв сейчас. Вот это да. Депушка, правда, сейчас погибнет. Жесть-то какая. Похоже на 1-1, на 1-0 Хэпи. Гэгэпи, пишет Вердос. Элегантность не заходит сегодня. Сегодня... Принц и нищий, император и днища, как бы... Ну вот, Хэпич стандартную свою роль играет. Так, вторая карта, орбитальная верфь. Создаем. Пользователь Ви Адан Бернс активировал премиум на ваш канал. Инвайч у всех. Да ё-моё. Не того... Так, ребят, что, 300 там, да? 301 уже премиум. То есть, получается, веб-матмен, ты был трехсотом. Поздравляю тебя. Пусков приедешь, шоколадная медаль с меня. Как я и говорил уже. Вот. Спрашиваю, готовы ли? Так. Пошли. Нет. Принц и нищий, это я сегодня был просто... Я ехал в автобусе с Печоржа Дашей. И что-то вспоминаю просто про стрим. Вспомнил, как писали, что, типа, вот... Зерк там наломился на люру, а Ревчик муткой тоже так отдал. Типа, они одинаковые. Ну, я подумал, ну, ладно, Ревчик-то пол-то отдал. А потом подумал. И Зерк там, типа, хэппи, говорит, я чуть хэппи не выиграл. Зато я вспомнил ту игру и вспомнил про хэппище и проникся, как бы, этим моментом. Решил подумать, как бы это все назвать. Говорю, Даша, а как там книжка-то называлась? Что-то я подзабыл сходу, где царь-то там бичом прикидывался. Подугорели принцы-нищи. Вот, и... Подумал я, что император просто, чтобы почувствовать, что все бичи, как бы, он иногда сам, ну, так делает. То есть император, принцы-нищи, император и днище, по аналогии. Вот. Но он это делает добровольно, в отличие от этой всей темы. Так что вот так. Заготовочку сделал сегодня. Даже я. Ну что, КСМ-очки строятся. Что у нас с вердос? Нет, в этот раз нексус. Ну, слава богу. Я уж думал, сейчас вердос два раза подряд такую тему будет делать, и это будет просто жесть. КСМ-ка вперед поехала. Спасибо. Короче, всем еще раз спасибо за поддержку. Разведывают КСМ-ку. Разведывают КСМ-ку. В каком еще ржеве? Нет, не во ржеве. Ну да, короче, я угорал по этому поводу. Шутки это все, ребят, конечно. Конечно. Не в ржеве живу. Робо строится. Так, вердос решил робо ранее запилить. Здесь адепт заходит за мариками. У меня есть минка здесь. Может... Так, а минка всю рампу видит вообще? Да, всю минку рампу видит. Не надо мне поблажек, я готов как рекордный стрим 16 часов работать на заводе по производству либераторов. Если они будут за всю СМГ тащить просто, естественно. Вот. Полетел медиваг. Минка в нем находится. И еще есть марик. Пользователь Матисса активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Матисса. Всем спасибо. Так, вырывается дробчик. Минка копается. Марики дропаются. Вердос готов. Овердос что-то готов, конечно. Но в итоге разменялись только нервами немножечко. Хэппи не убил ничего. Овердос ничего не убил. Но Хэппи КСМ-ку терял разведывательную когда-то. Вот он кто. Убивец стоит. На третьей базе Хэппи ждет. Гудгейм работает. Гудгейм работает. Все там работает уже нормально. Давным-давно. Там антидос что-то там. В общем-то как-то подвел. Как Миша сказал. И что-то гудгейм лег в итоге. Ну что, КСМ-ки строятся. Третья Сэшка у Хэппи строится. Овердос пока не собирается выходить в третий Нексус почему-то. Очень странно. Ну по лимиту на двадцатку чуть не плюс. Пятьдесят рабочих. Аж целых на тридцать. Там три было сейчас. Сейчас на тридцать пять. При Парабам преимущество просто гигантское. Сейчас овердоса по лимиту тоже неплохо. Конечно за счет того, что Нексус попозже, чем Сэшка. Немножечко подотстанет он. Почему проба, кстати, больше не строит? Если ты третий Нексус ставишь, так добавляй тогда что-нибудь. В бусты в итоге в никуда. Фаржа не бустится. Ни хря не бустится. Так, Парабам на минеральной линии плюс три. Здесь шесть отсюда и отсюда будут переведены уже на третью. Камни вернут, пробивают пораньше, чтобы никаких врывов не было. Монсуту АСМР поддержал ваш канал на сумму сто рублей ровно. Заготовочка норм зашла. Монсуту АСМР спасибо тебе. Рассказывал сегодня днем уже пару раз заготовочку. Ну что, фольклор СНГ сцены, он такой. Пробки переводятся. Точнее, это уже дистанс майнинг полноценно идет. Причем здесь рабов уже на... Да он даже здесь 16 едет. Он 17. То есть тут полностью добывающаяся база. Вердоса часть перевел, часть сюда уехали. Все добывать начали. 60-49 пробам. 100 на 85. Пока экономика великолепная. И, кстати, Вердос как-то свои билды, которые безгрейдовые абсолютно улучшил. И у него делается плюс один в форже. Обратите внимание, я прям поражен. То есть у него и по грейдам все замечательно здесь получается будет. И плюс... А, нет, не плюс два. Армор сразу делается по КД. Плюс два Вердоса не делает. Кстати говоря, по фотонке ставят на второй и на мэне. По лимиту хэпчик немножечко нагоняет. Третья СССРшка. Третья СССРшка начинает добавляться. Стимпа готов. Щиты, фугасы и плюс один тут тоже уже практически готовы. Вторая инженерка и армори пошли. Все замечательно. Так. Так. Все, я здесь. Так. Все, я здесь. Так. Сэдбой. Ну, без рейтинга играет меньше людей, чем с рейтингом явно. Ну, хотя иногда и без рейтинга играет. Зачем играть без рейтинга и с рейтингом можно играть. Если мастера там попадают, в любом случае, будешь лучше играть, будут тебе мастера везде попадаться. И все. Если тебе попадаются без рейтинга мастера, тебе они 100% будут попадаться и в рейтинге. То есть, это факт. И от этого никуда не деться. Ну, что, 146-151. Не то, чтобы преимущество овердосов испарилось, но уже не такое. Оно прям гигантское. Но почему так происходит отчасти? Потому что выход идет в две технологии, абсолютно противоположные сейчас. Какие? Это и шторм одновременно, и колоссы. Штормовичков вердос варпает, колоссы строятся. Две штуки уже есть. Они с рейнджом, между прочим, эти две штуки. А, это у него 1-1 грейды. Вторая атака делается в рунг. Здесь четвертый никсу ставится. Но пока что вердос очень-очень. Вот, если бы выигрывал тот, кто будет быстрее строиться, как бы, да, и лучше, это было бы одно. Ну, нужно же еще подраться. Но пока вердоса все замечательно. И приз мы нести. Вперед ну как-то пошел. Хэп еще в размен собирается идти. Между прочим, Гастов добавляет тоже. Идет к камням, что ли, вердос с этой стороны. Ну, нужно ли хэп камни пробивать? Думаю, что не стоит. Хотя четвертый кс-шку можно отдать. Но вердос обходит к рампе сейчас, к второй базе. Колосса больше не добавляется. Где-то, где у нас призма? Там где-то сзади. Тут один адепт что-то сидит. Три пти штормовика уже точно со штормом. Два сзади. Ну, у них тоже скоро на шторм будет энергия, между прочим. Товар вообще сталкер. 184, 190. Пользу три. Пользу хэпи. Пользу вердос, простите, по лимиту. Ой, сколько здесь минок. Нужно ли сюда лезть? Шторм по минкам пошел. Викинга вердос сбривает. Минки сбривает. Еще шторм пошел. Два шторма. Вот как-то нервно вердос кидают штормы. ГМП очень неплохо от хэпи сейчас заходит. Гвардиан врублен. Сентриатом просто полудохло. И вердос умудряется его как-то назад отвести. При этом всем по лимиту проседает. Хэпи 155 на 182. Вот только посмотрите. Сталкеров много. Заходят адепты. Танки хэпи забирают на хайграунд. Сейчас адептами нужно ворваться. Да куда-то наоборот надо наверх было. Ну ё-моё, отпустил. Сейчас хэпи наверх. 126, 163. Но ситуация, кстати, для вердоса замечательная. Тайминг грейдов 1-2 в 1-2 получился. Здесь у нас либераторы танки новые. Вердос прессует дальше. Либераторы начинают выдавать ой-ой-ой. Фокус либераторов от вердоса. Иммортлы живы. Всё живы 105 на 131. Вердос в плюсе по лимиту. Неужели это 1-1? Очень похоже вообще на такой расклад. Ведь там ведь и четвёртый некто забывается. Вердос в плюсе. Если что. Так. Влинка и Савердос. СС пытается впускнуть. СС пытается впускнуть. СС не так просто впускнуть. Но она судя по всему погибает. Да. Но это четвёртая. Третья. Ухачащие. В порядке. Как же два танка здесь решают? Они просто тут, я не знаю. Оборону держат уже 7-8 убийств. Но это же не линги. Это жирные всякие адепты, сталкеры. Это серьёзно. На два лица 15 расковыряли. Это минимум тридцатка лимита. То есть даже из самых по два лимита юнитов убивали. Передропывают хэпч танки. А Либератор есть. 121. 151 по лимиту. Ухочет хэпч наверх. Либератор раскладывает. Танки назад отвёл. Так. ИМП не особо тут попало. Танки нужно. Вот хорошо как они там сидели. Вот опять здесь они остаются. Либератор заново раскладывается. Нет смысла, я считаю, адептами сюда врываться. Но вердос врывается. А здесь уже вердос, конечно, отдачу какую-то делает. Сталкеры-то. Сталкеры. Иммортал здесь. Не получается продавить. Уйдите. Там пятый нексус. Экономика хорошая. Чё лезть-то? Уйдёт вердос? Или так, в общем-то, разобьётся сам об хэппи? Пока я, честно говоря, понять не могу. 2-2 у хэппи, у вердос второй армор. Грейды делают. Всё делается. Успокойся ты. Кулдаун. Хватит лезть. Не продавиться. Император в обороне просто не собирается в принц и нищего играть. Ну что, танки и Либераторы. Сейчас хэппи сам. Самый прикол, что хэппи сам вперёд пойдёт. Скорее всего, у него четвёртого нексуса нет. Вот призма СС-шки, простите. У него вот призма погибла. И, скорее всего, хэппи будет двигаться. У него, посмотрите, мейн кончился. Здесь уже тоже базы нет практически. И здесь уже кончается она. То есть у него ни хрена не остаётся. Самое главное, что у вердоса есть шторм. Где вообще эти штормовики? Вот они ходят на второй. Просто сиди дома ты, не рыпайся. Шторм есть, всё есть. Зачем куда-то там это, я не знаю, спешить. Вот хэппи идёт вперёд. Видит, что штормового оппонента нету с собой. При этом всё с ганами. И начинает раскладывать Либераторов. Раскладывает прямо под армию. Вердос зачем-то под ними дерётся, не дождавшись шторма. Вот и шторм подходит. Но энергии ещё 75 нету. 140-120 по лимиту и хэппи будет дальше. Что ты делаешь? Вот просто соберись с всеми вместе реально. Чтоб штормы ещё здесь были. И вообще всё замечательно. Паржи две игры. Видите, так, шторм. Будет шторм. Шторм. Хэппи жестоко свою марика подрезал. Быстро кликает. 345-393 ЭВМ. Шторм пошёл. Да, сегодня это последнее будет 3, ребят. Завтра будет продолжение в 15.00 начало. Приходите в субботу, выходной. Поэтому пораньше начинаем. Завтра будет больше, чем судьи игр. И до конца будут все стадии. То есть, самое интересное завтра будет. Ну, сегодня тоже уже немало интересного было. Тарма Эвердос выкидывает. Либераторов дэмэджит. Но вот со шторма с одного их не убьёшь, естественно. Танки есть. Позиция хорошая. 149-131 полиометр. Эвердос всё ещё плюсе. Но ни в коем случае, ни в коем случае сюда врываться нельзя. Здесь такой просто домарк. Здесь реально мёртвая зона. Причём мёртвая она для Эвердоса именно, если он туда ворвётся. 41-137. Чё-то бегает вокруг Нексуса зад-вперёд. Может сбоку вот сюда войти назад. Я не знаю, если вот отсюда не зайти. Шторма мало. Колосс ещё не строится. Вот сейчас ещё один штормовик подходит. Кэпи складывается. Видел Нексус? Нет, не видел Нексус Эвердоса, который сзади находится. Так, одного Либератора подбрило. Остальные все нормально здесь живут. Шторм есть на второй базе. Один скоро будет штормовичок с энергией выходит. 72-73 сейчас. Ё-моё, там до шторма. Секунду. Здесь Архона надо слить. Нет энергии. Всё. Обойти с другой стороны Вердос, только не на муве. Пожалуйста. Идёт вперёд агрессивный подбрин под Либераторов. Часть Сталкеров вообще не с Либераторами дерёт. Что ты делаешь-то, Вердос? Фокус там был через штормовика. 124. 120 на 90. Всё Вердос умудрился каким-то образом непонятным просто развалиться. Колосс еле живой. Сталкеры здесь стреляют. Колосса дэмэджа не хватает. Четвёртую хэпи ЦЦ. Здесь что-то забегало от Вердоса. С мэйна перевёз на четвёртую базу. Он 81. А что сдался-то? Рано сдался. Всё добывалось. Короче, 2-0 хэпи. Сюрпризов не произошло. И даже Вердос. Ну вот эту игру мог брать. Надо было биться до конца, блин. До конца не бился. Зря. Короче, ребят, делаю стоп-старт. Сейчас без задержки к вам вернусь. Зря. 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 Зря.